Девушки отдыхают А двумя словами можно? Да, двумя словами Наташа Суворова Наташа Суворова Я, мне кажется, достаточно Класс Но... А то мы Алису спросим Давай Алиса, кто такая Наталья Суворова? Суворова Наталья Александровна Единственная дочь фельдмаршала Суворова Который ласково называл ее Суворочкой Спасибо, Алиса Спасибо, Алиса Я боюсь, это не обо мне Неважно, что теперь нас есть Наталья Суворочка Просто Суворочка Суворочка, Суворочка Наталья не медийный человек В плане артистичности Она знаменита нечем другим Ну расскажи, ну пожалуйста Нам же надо зрителям рассказать Так, может быть, вы и расскажете зрителям И не знаю, что рассказывать Ну... Директор Директор по марксинговому коммуникации Альфа-банка Альфа-банка Друзья, помните, у нас в прошлом выпуске Когда мы с Решкиным, с Пашей, сидели Там очень много разговаривали про банки И про Альфа-банк И сказали Альфа-банк, позвоните нам Да Позвонили Альфа-банк, позвоню Кстати, заметил Заметил такое на мне? Да Классная байка Классное худи, Саня, расскажи Читай, что написано Ихных и еенных А, в квадрате, что нужно читать Для способных на больше Да, да Для способных на больше Это... Так и есть Ребрендинг, ваш, я так понимаю Да, да, новая платформа Новая платформа Ну спасибо, теперь мне не холодно В принципе, Минск, лето плюс 30 Я не замерзну Это очень здорово Саня, держусь Я держусь, да Смотри, давай начнем с простого Маркетинг или маркетинг Ответим на вопросы Многомиллионной нашей аудитории Наконец-то И тут неожиданно Ведь приемлемо и то, и другое Ну нет, конечно После закона об ударениях, да? Есть такой закон? Мой Граммонфюрер говорит, что все-таки маркетинг Он может вы ошибаться Ну, с точки зрения как англицизма, да Но в русскоязычной среде приемлемо и то, и другое Но вот а люди что? Ходят покупать продукты в супермаркет? Получается? Ну, это совсем другое слово Подожди Это процесс и управление А ты говоришь про место, где это покупать А, то есть мы берем маркетинг широко Как процесс управления О, да То есть в кругах, в сфере маркетологов Директоров о маркетинге И других маркетологов Маркетологов В обиходе используют слово маркетинг Да Зафиксировали Это понятно Это понятно На этом пойдем Самый сложный момент преодолен Ну да, все Это барьер Это профессиональный барьер Теперь можно расслабиться Мы здесь все нуль да Вот это топим потихонечку Да Маркетинг Ну, про что это? Ну, простыми, про что это? Это реклама Про проблемы Это что? Продвижение Это ощущения Это эмоции Это что? Ну, это несколько глубже Где люди сталкиваются Вот где мы, ну Где мы реально в жизни Можем столкнуться с маркетингом Ну, например В подкасте В подкасте В том числе, да В том числе Реклама Едем по улице Едем на подкаст Смотрим на улице Смотрим наружку Смотрим даже в телефон Вся реклама, которую мы видим Это маркетинг Да, да И в общем привычном смысле Не только реклама Любое взаимодействие Блогера Уже проявления какие-то Где-то product placement Мы уже везде Количество так называемых Точек касаний Очень много Ну, то есть По факту Все, что происходит Вообще в нашей жизни Вообще все Это и есть маркетинг Даже коммуникация моя Сейчас с вами Это в том числе оно Да, конечно Я предлагаю Для наших зрителей Которые вдруг Не знают, что такое маркетинг Воспользоваться услугами Нашей Яндекс-станции Алисы Которую нам тоже Любезно предоставил Наш партнер 21-й век.бай Алиса Что такое маркетинг? Маркетинг Это процесс изучения Создания И предоставления ценности Для удовлетворения Потребности целевого рынка В товарах и услугах Потенциально включающий Выбор целевой аудитории Выбор определенных атрибутов Или тем Для акцентирования Внимания Алиса Можно простым языком Рассказать Находишь Кому это надо Делаешь Что ему нужно Формируешь в этом ценность Добавочную стоимость Отличаешься от всех Докидываешь туда А чем вы будете Отвлечаться на эмоциональном плане Вуаля На эмоциональном плане Класс Ну, на самом деле Зато мы узнаем, что 100 маркетинг Все-таки Видишь Для Алисы Коротко Понятно И ёпка Как любят И ёпка Да, хорошо Шибко Шибко Окей Получается ли это, что продать можно все что угодно? Конечно При грамотном маркетинге Ну, кроме, наверное Чувствия Да, если по бюджету и по уровню посмотреть Кроме чувствов Ладно Нет, ты не буду эмоций с чувствами А, я понял То есть получается, если есть два стакана Абсолютно одинаковых Вот они, ну, допустим, да Какая-то китайская фабрика сделала два стакана Абсолютно одинаковых Вот они стоят даже на одинаковых бердекелях И у них два разных бренда Как убедить покупателя, что этот стакан лучше, чем этот? Вот почему мой стакан лучше, чем вот такой-то Он не обязательно может быть лучше Да, есть разные стратегии Есть стратегии по ассортименту Ты сделаешь выкладку из этого стакана Которая займет 90% площади полки Ты ее все равно выберешь Подожди То есть я буду идти в магазине Например, да Будет просто стоять 100 таких стаканов И один такой И я возьму этот Доля вероятности, что ты выберешь такой Гораздо выше То есть Проще заплатить за эту полку, да Серьезно? То есть мерчендайзик так и работает? Они полки выкупают? Ну, нет У нас запрещено полку выкупать Но именно того, чтобы ты расширил свою долю Либо нужно проводить какие-то активности Либо что-то еще Но нужно встать С хорошей ценой в том числе Люди иногда по цене Когда не знают выбрать Вот смотрят одинаковый стакан Начинают по цене По каким-то еще Уже потом по личному восприятию Может, тебе оттенок стекла нравится Да, да Мне кажется, эта история начинается еще Намного раньше То есть же человек Какой-то С чего начинается вообще? Не, понятно, что он решение Возле полки принимает Подожди Но если они вообще одинаковые? И этот даже, например, стоит дороже Ну, почему Но его больше Человек все равно его возьмет Получается так Ну, на него сделают скидку Например, 50% А, да, да, стой По той истории, что на самом деле Он стоит 10 рублей Но только для вас сегодня 5 рублей А этот просто 5 стоит И ты возьмешь тогда вот этот все равно Нет, смотри Это простой пример из жизни Вот, допустим, я прихожу в магазин Ты это понимаешь? Да, да Я прихожу в магазин, например И хочу купить молоко Да, там много Стоит позиция разных брендов И я до всем беру там савушки Ну, например, да, какой-то Или еще какой-нибудь Как я делаю этот выбор? То есть я же делаю его осознанно Но думаю, что неосознанно Я думаю, что я выбираю, какое молоко я хочу Но на подсознании я уже видел плакаты То есть ты думаешь, что он народ осознанно А неосознанно происходит? Да, да, да То есть я видел где-то рекламу Я видел где-то по телевизору Какой-то билборд савушки Где-то что-то еще от кого-то слышал Потом на сайте Потом прерол какой-нибудь Ты берешь знакомое что-то Я уже до прихода в магазин Уже обработан И когда вот у меня стоит такой выбор Он у меня уже не стоит Я прихожу и такой А, вот это Да, ну Саша привел другой пример Тут абсолютно стаканы без упаковки Но ты же все-таки на упаковку ориентируешься У тебя есть какая-то когнитивная связь Ты вспоминаешь этот бренд И он тебе кажется знаком Мне кажется, если такая вот ситуация Что я прихожу и не знаю бренд Это Не надо это покупать У них нет маркетинга А очень часто люди уходят Да, так и не смогут И не могут сделать выбор Да То есть люди приходят, посмотрят два стакана Такие, никакой Не отдайся что-то никому И ничего не будет А девочки по-другому Нравится им три помады Возьмут все три Ну невозможно сделать Я слушаю так же иногда поступаю Я прихожу, мне нравятся две вещи Я такой, ну значит берем обе Я не могу определиться Какие мне мероприятия, например Такие вот брюки какие Эти или эти Ай, беру Как работает Я одно время смотрел Долго Андрея Федорев Это Украинская агентство Да, да Как она называется Федорев Федорев называется Да У него Простой написан маркетинг Как он работает Что это Слышу Вижу Хочу Плачу Как-то так То есть Плачу Это уже история в магазине Или тоже на сайте Я бы еще добавила Ассоциирую Ассоциирую? Ну да, да, да Должна быть определенная связь с брендом То есть тебе кажется Что это ты выбираешь Что тебе ассоциация Конечно Это чуть глубже Чем вот такое простое Вот в простых массовых продуктах Наверное Но если мы говорим уже там Про Не массовый сегмент Про бренды одежды Про автомобили Про что-то еще Это не просто, да Вижу и плачу Вот Саша выбирает Теслу Он как-то по своим кем Он что-то ассоциирует себя с этим Да Он представляет Как он там будет смотреться Ну вот, честно говоря Я себя с Теслой вообще не ассоциирую Это машина, которая мне Ни визуально Ни внутренно Вообще никак не нравится Но по каким-то же причинам Ты ее выбираешь По одной простой причине Это электромобиль Да Мне нравится, что это электричка Это прикольно Новый экспириенс для меня И, во-первых, что у нее там Расходники вообще минимальные То есть я не загрязняю Ну, среди других электромобилей Ты выбирал именно этот А он только доступен Просто у нас в стране Все Саша решил по цене Ну, вот это пример со стаканами Не по цене доступнее А он доступнее в нашей стране Как вот ты пошел купил Ну, понятно А другой, ну, джилиш Я не буду брать Хотя, может, и буду джилиш Позвоните мне Ну, вот самая важная Доступность То есть мало рекламировать Твой товар еще должен быть В зоме доступа Однозначно Да И, знаешь, что еще Дополню к тому моменту Что, если мы говорили Про это ассоциируясь Мне, допустим, из Теслы Что запомнилось Это прикол Как у них там был С обновлением прошивки Где машина там для тебя поет Танцует Двери вот это И когда сделали это в Тесле Все думали Ну, зачем это нужно И все американцы И кто владельцы Тесла Начали обновлять И снимать в сторис На YouTube Как машина там поет Для тебя открывает двери Очень партизанских Наверное, это вот эта история, да? Да Когда ты нащупаешь Иногда ты думаешь Что в этом совершенно Нет никакой ценности Для аудитории Но оно Тем самым помогает тебе Получать вот это знание И выстраивать эти охваты Это же иногда получается Что маркетологи То есть Создают тренды, да? То есть они Дают какую-то штуку Которая тебе вообще Не была нужна Потому что ты не знал о ней Они такие О, смотри, можно так И такой Блин, как я без этого Вообще Да Это помнишься? Помните, раньше В далекие времена Был такой смартфон Моторола Рокер Е1 Да, да И он был у меня Потом был Только у тебя Моторола Е3098 И был Рокер Е1 Это два абсолютно Одинаковых телефона Такие большие? Не-не-не-не Это вообще еще были Кнопочные Такие штуки Надо Старые Не было Моторола Которая Это уже потом Это уже потом А до этого Динамики? Ты хочешь про динамики? Так вот смотри, да Там была такая фишка Что рокер Е1 Отличался от Е378 Одной простой фишкой Там была Во-первых, клавиша iTunes Это первый смартфон В котором Apple Примел участие И я такой iTunes На тот момент Это была дико неудобная Никому не нужная вещь Мне она была нужна А вторая история А там светились динамики Притом в такт музыки Там был очень громкий звук И ты когда включил мызло Он начинал прям В такт музыки Графический аквалайзер Да Бесполезнейшая функция Бесполезнейшая Но столько эмоций Да Знаете, что я делал? Я настолько в какой-то момент Типа с ума сошел Я приходил в ночные клубы На вечеринки Я надевал просто его на шее Тогда еще все телефоны Насили на этих Я надевал на шее И у меня телефон Моргал в такт музыки И я так кадрил девчонок Знаешь, как еще использовали Ну, мне кажется Прошивка вообще Был навеян еще тем Что в то время Когда появились еще телефоны И начали что-то Воспроизводить Какие-то звуки и песни Многие во дворе Или многие компании Еще подростков В них ходили с телефонами Вот так Чтобы, ну, громко Из динамика играла музыка Помните? И мне кажется Что это тоже сыграло То, что Во-первых В этом рокере я один По-моему И там сделали звук Прямо забустили так Что он прям хрипели Динамики на максимальном Ну, чтобы прям играла музыка С телефона Нет, там не в том фишка Там не было динамиков Там были вместо динамиков Индукционные пластины Там по бокам стояли Пластинки индукционные Которые вибрировали И они басы создавали И там телефон В общем, это уже не телефон Продавали уже не телефон Телефон это являлся Уже обязательной базовой функцией Да, да Это уже всякие накрутки Мне таки кажется Что они нащупали Вот этот момент И такие Давайте Они его не нащупали, Сань Они его создали То есть кому нужен телефон Бумбокс Ну, никому Все по телефону звонили Они такие О, а мы сейчас делаем прям Он mp3, во-первых, проигрывал И громко очень играл Довольно качественно Мы вот ребятам Продадим просто Bluetooth-колонку Словно, с которой можно звонить И все И это же бомба была Да Он был дико популярен Дико популярен Прикольно Господи Иисусе Где я нахожусь? О, боже, бой Опять? Ох уж эти сумасшедшие карибы Мой корабль ута-дул Я на репетаемом острове И еще этот развод Обидуточку А извини, мужчина А где ты это взял? Кто? Я? Да Я заказал эту электрошашлычицу В онлайн-кипермаркете 21.by Может, у них еще что-то есть? Да, конечно А что бы тебе хотелось? Ну, хотя бы стул для начала А просто стул? Пять минут Это сделано Привет, ребята Я из 21 века Кто Джек Воробей? Вообще-то капитан Джек Воробей Ваш стул, пожалуйста Спасибо А что это за чудо такое? 21.by 21.by Это крупнейший белорусский Онлайн-кипермаркет Непродовольственных товаров Доставка в любую точку Беларуси И более 70 собственных пунктов Выдачи Наконец-то Теперь я закажу себе новый корабль Так Про внешний вид Все-таки ты очень стильный Я уже сказал об этом И если ты видел сотрудниц, коллег Натальи Я их называю Валькирии Потому что ты приходишь Саша заехал Да, я заезжаю в Валькирии Выграют подбираете? А у них реально У них, знаешь, как будто Прямо они пришли в модельное агентство На кастинг Они выбрали модели девушек Потом Наталья лично пришла И всех согласовала Сказала так Ты ходишь в этом Вообще без моего согласия Он правит, да? А они ходят То есть вы ходите в этом В этом Ты выходишь И тебя просто встречают все Вот как Наташа Вот все плюс-минус такие Ну да Те, с кем я коммуницировал И ты сидишь на встречи И ты думаешь Какой я обраган Там начинается сейчас порога Они когда начнут выходить Там еще музыка И они специально медленнее идут Да, да, да Вратеги такие Сломо, сломо, волосы, ветер А потом тебя спрашивают Вы пришли забрать карточку 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 Сейчас мы объясним Так вот Это так случайно получилось Эти Валькирии все Это случайно получилось Ну конечно случайно Никто специально так не подбирает Нет, нет, нет Мы же как бы Нет дискриминации Ни по полу, ни по возрасту Ни по внешнему виду Да, поэтому одни девчонки работают Нет, ты пацанов не видел Кстати, вот я за год Работу, мне кажется Очень сбалансировала Гендерное присутствие В департаменте Это очень хорошо Драйвит друг друга С удовольствием больше Ходит на работу Не, ну вот такие вообще, да Знаешь Не будем сейчас говорить Просто там углубляться В названия в какие-то Заходят в другой банк Там у них Обычно у всех банков Такая, знаешь, какая-то Серьезность, да То есть все такие Там серые костюмы Какой-то мрамор Все такие, извините Это вот документы 3B15 форма Приходите к вам Вообще все по-другому Что-то плыст Старше стоит Какая-то музычка играет Что-то все там кофею Что-то какое-то уже Смузи дали Настолько стильно Настолько круто Что ты заходишь В центральный офис И там девушка кофе Которую заваривает Она просто офигенная У нее короткая стрелька Катя хороша Она вся в татушечках такая И ты так Да, да Прямо Вау Прикольно Да, вот Это все прям случайно получилось Или все-таки место притягивает людей Место притягивает Для способных на больше Ты же понимаешь Да, да Пошел этот вот ваш маркетинг Я с Сашей согласен Что, ну, как-то в рекламном бизнесе В целом, мне кажется Девушек больше, чем мужчины В рекламе? Ну, вообще в целом В индустрии Именно как работников? Ну, да, да Мне кажется, белорусская особенность Честно говоря Так а что? Почему так происходит? А вот у тебя большой опыт Мальчикам не нравится Долго работать на одном месте Им хочется сразу расти Ну, это заложено, мне кажется В психологии Девочки способны долго Долго Планомерно работать на одном месте Мальчикам хочется сразу Карьерного роста И поэтому А здесь его не очень много В маркетинге Ну, то есть Короткая Взлетная полоса Это почему это? Ну, и они, как правило Уходят либо в смежные области Либо сразу на руководящих позициях Вот именно прям на каких-то Хотя Если в рекламной Креативной сфере Да, там больше парней Если мы говорим про креатив Если мы говорим про СММ Креатив, СММ, продакшн Вот это все истории Продакшн, да Там парней больше А девушек больше получается? А девушек больше на управляющих Как аккаунтинг Как бизнес-маркетологи Как бренд-менеджера Там очень много Такой рутинной работы Которую нужно выполнять Рутинной работы везде Где коммуникация с людьми Серьезная Ну, в том числе А как это происходит? Какие-то качества При наборе? Ну, как и у человека То есть Почему так происходит? Как ты думаешь? Почему так происходит? Мне кажется, мы в принципе разные Мужчины заточены Одно дело Ну, хорошо Девочки могут делать Очень много Дело одновременно Да Еще мы непоседы Мы непоседы, конечно Непоседы, да Непоседы Что-то долгое Рутинное Усидчивости требуемое Ну что, вот подкаст же Сидим, пишем Усидчиво Усидчиво Мне просто интересно Я наоборот Я человек очень терпеливый Усидчивый Я могу чем-то одним Ну, прям долго заниматься Погружаться И прям Вот Но я мало Но это если драйвит Да, да То есть то, что тебе нравится Ну, поэтому Я как-то про рекламный рынок И как бы это очень интересная тема Да, вы же коллеги в каком-то А, ты чего Я в каком-то Саша же у нас тоже Да, я вакансия на Headhunter Я Я просто Я строчка в бумаге Я паспортный стол Я всегда закрыт Получается, что Что получается Мужчины, получается На длинной дистанции Не такие стабильные И доверительные Прямо на одном месте Им нужен все время рост Нужны какие-то победы Да Ну да, я вот тоже заметил Мне, например, скучно Очень долго заниматься Каким-то прям одним делом Даже если я делаю Одно и то же Ну, бывает такое Я все время пытаюсь Что-то новое Каждый раз перевнести Потому что Неинтересно Вот одно и то же делать А девчонки могут Например, надо Они такие Бам-бам-бам-бам-бам А как ты со всем работаешь? Ну, именно Сотрудники Починения Есть и те, и те Я уверен Как бы ты же Прослеживаешь эти качества Как-то Ну, конечно Очень разные Ты не можешь набрать команду Из одинаковых людей Все должны быть разные Знаешь, сильные и слабые стороны Каждого Они собираются в команды Очень уверенно Эффективно работают Моя задача, знаешь, как руководитель Она такая не очень Как-то благодатная Собрать Потом вдохновить Потом расчистить Им, да Все это Вовремя поливать Да А жестко ты их как-то Вот это вот самаешь Конечно То есть получается Вот есть Дисциплина Дисциплина Субординация Есть такая типа история Ну, я заметил Да, кстати Все девчонки Все валькирии Все адресированы Просто Перестан А я серьезно Дамы, госпожа Все будет выполнено в срок На предыдущем мероприятии Белая госпожа На предыдущем мероприятии Чтобы ты понял Наташа сидела там Общалась там с клиентами А валькирии бегали Так, сейчас она придет туда Так, и водичка Вот это все подготовлено То есть там все Вот прям вот все Все вообще Все для максимальной комфорта На нюансах строится все Не бывает случайностей Можно, конечно, устроить хаос И не получить никакого результата Тут, наверное Самое главное, чему я учу Это важность к деталям Но нельзя упустить Получается, что это Школа юного Шерлока Холмса Да Дедуктивный метод Дедуктивный метод Детали это что может быть? Например, там шрифт Шрифты Вообще ничего случайного нет Цвет, составной цвет Как составлен даже макет Как составлена смета Ну, если в нее не погружаться У меня даже есть Одно знакомое агентство Которое неожиданно Там выкатывает Какой-нибудь ценник На тот же тендер Я говорю Слушай, а что это за суммы такие? А, ой, не прокатил Ну, тогда сейчас поправим Ну, то есть оно всегда На дурачка иногда прокатывает Это же есть такая старая шутка Маркетологов Когда, типа, высылают смету Типа, и там Допустим, фотограф Там 50 долларов в час Там ведущий Там 700 долларов Прокатила 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 2000 баксов А что такое прокатила? Ну, значит, не прокатила Ну, это серьезно Да? Да, да Очень жаль, что рынок же Из-за этого еще страдает Где-то кто-то Не, кто-то где-то Заапрулил такую смету И уже Ну, планка поднялась Не-не-не, ну, все понимают Что прокатила Ну, а кому-то не прокатит Вот, все Прикольно Прикольно Так вот, а сколько у тебя Человек в подчинении? 35 35 человек в подчинении? Угу И ты вот перед нами сидишь Такая красивая, интересная У тебя еще не самый большой отдел У тебя было больше? Да, да Было больше 60 Больше 60 А, подожди Ты работала в России Ты работала в... В Казахстане В Казахстане Какая у тебя вообще география Твоих работ? Как это? Ну, ты почти все перечислила Россия, Казахстан, Узбекистан И Беларусь Обалдеть Можно еще раз попробовать заявить Как карточки в Казахстане говорят? Керчка Это именно в Казахстане? Ой, я тоже обожаю В Узбекистане В Узбекистане Керчка Надо мягче В Казахстане я уже не помню Честно, это давно было Ой-бой Там жестко Мне кажется, казахский на китайский Похож в плане акцентов Думаешь? Ну, они как-то... Это узбекский уже Не, на китайцах они говорят как-то... Ну, тюркская группа все равно языков Интересно Слушай, ну, интересная география работы Смотри И все это были позиции маркетологов, получается? Да-да-да Это все это хэды, да? Не всегда хэды Ну, у меня же тоже был какой-то путь Я же не проснулся, не сказала Вот я теперь директор по маркетингу Да, кстати Нет, просто она закончила наш университет Опыта работы ноль Просто пишет директор отдела по маркетингу Просто такая И выставляет Открываешь ИП И когда ее взяли, она такая Ну, прокатила, получается Слушай, иногда, да Резюме в том числе Похоже на сметы Иногда прокатила Ну да, берешь, открываешь ИП Сам себе в трудовой пишешь Директор по маркетингу А как... Так вот Твоя задача быть иногда Очень жесткой Со своими подчиненными То есть их надо даже... Кнут и пряник Это же про тебя, я так понимаю? Да, это точно про меня Ну, тут очень важно Как-то не пережестить Я же не деспот Тут задача Для чего ты это делаешь Да, не для самоутверждения В конце концов То есть ЧСВ-сность Это не про тебя? Нет Нет, я за общее дело Ага А как вот это? Как вот так? Ну, это же большой груз ответственности Вот ты вот такая вот Хрупкая женщина Хотя ты такая довольно энергичная И сильная У тебя прям за километр Вот эта энергия идет И как это вот Тридцать пять человек Дрючить, да И при этом оставаться Вот такой улыбчивый И жизнерадостный Команду вообще Надо воспитать так Чтобы она переходила На самодрючев Я знаю На самодрючев Типа Мой внутренний самодрючий Лень Говорит, что мне прям сейчас Ну, потому что иначе у тебя Ну, у тебя закончатся силы скоро Саша, а ты когда говорил Ты показал такой типа жест Что-то из кунг-фу был Он вообще очень много Это все не показал Нет, нет, нет Вот это было Это не вот так А наоборот Чтобы не зацензурили Ты объясни Зачислим, что это из кунг-фу был Это кунг-фу Это прием кунг-фу Да Это все Объяснил Зафиксировали Спасибо Спасибо Там никаких отсылок Просто не было То есть команду надо воспитывать Сколько времени формировалась Твоя команда вот текущая Наверное, с полгода Да Вот с момента, как я пришла Полгода Вот до момента, когда мы уже там Закончили полное формирование А, то есть ты думаешь, что процесс закончен Он Нет, он не закончен Сначала формируешь команду Потом ты формируешь ритуалы Внутри команды Они должны еще между собой коммуницировать Есть, конечно Что за шуманизм там какой-то Конечно Ну, то есть ритуалы Общение Коммуникация А, я думал, по воскресеньям Все раздеваются до гола И вокруг костра Ну, это не отменяю Все Я так понимаю, что Из первого набора, условно Там до наших дней Многие не дошли в команде Ну, процентов 50, наверное, осталось 50? Да Это типа хорошие показания Сегодня в воскресенье Не могли на работу выходить Нет, они сгорели вокруг костра На них были не в луновой рубашке Сегодня воскресенье Ну, когда меняются обстоятельства Не все согласны Это нормально Кто-то продолжает свой путь А как воспитывать команду? Как попасть? Как воспитывать Попасть, понятно Резюме подал Да, машины все разные Знаешь, кого-то чуть-чуть передавил Не дожал Тем более Это же такая творческая сфера Творческая Где много людей хрупких Многогранных Причем очень разных И даже разных по функционалу Ты не можешь совместить Дизайнера с СММщиком Или у тебя есть креативный копирайтер А с другой стороны Бизнес-маркетолог Который мыслит его вообще Расчетами Финансовым результатом И так далее А есть какие-то типа истории Вы знаешь, там выбирают людей Так, значит Мы открываем гороскоп Вот нельзя ставить Значит, в один отдел Рыбу и тельца Да ну, перестань Архетипы, конечно, есть Все равно Они существуют И там не секрет И в топ-менеджмент Это уже применяется Давно и широко Когда по определенным архетипам И шкалам подбирают команду Ты просто знаешь плюсы-минусы Общие, которые присущи команде На чем тебе работать В крупных бизнесах Есть коучи Которые так подбирают команды Это очень хорошая штука Прикольно Вы все разные Но есть сильные и слабые стороны Например, по важным шкалам Вас замеряют вместе Есть присущие Общей группе Какие-то особенности Например, там Любим поговорить А у тебя как бы этот скилл Ну, не очень А ты там интроверт И просто команда про это знает Ты про это знаешь В какой-то момент Останавливаетесь А бывало ли такое Что вот приходит человек Да Там резюме супер Скиллов, компетенций Просто ярд Вообще классно Ну, вот что-то в команде не клеится Ну, вот как-то вот Ну, вот не то Вот вроде как все может Все классно Но вот никому не нравится И вот компетенции большие А градус доверия коллег Маленький И вы такие Ну, извини, наверное Это вопрос, наверное, больше Про то, типа Soft skills Или же Или hard skills Или hard skills Что сейчас Ну, это должно быть в совокупе Однозначно Ты можешь быть супер Прекрасным профессионалом Но абсолютно токсичным человеком А команда большая Ну, да Вот, поэтому И что-то делать Ну, либо часто проветриваешь Либо По вещам Либо что Ну, понятно, что экспертизу легче проверить Там, тестовые задания и так далее Ну, испытательный срок Испытательный срок И для тебя, и для команды И для человека И для компании Он всегда дает Как ты, на что ставишь? Есть ли у тебя какие-то такие вот Уже устоявшиеся шаблоны для себя Метрики, через которые человек проходит Для тебя лично такая О, окей Окей Или все-таки как-то ты больше За стандартизацию набора, грубо говоря То есть Как это формат работает? Либо как Google, либо как Netflix? Нет, они же каждый как алмаз практически Нет, я каждого человека подбираю Очень-очень точечно Нет, это не массовая профессия То есть массовые профессии А-ля там продажники, кассиры Там контакт-центр Там есть определенный набор По которым можно Здесь очень большой пул коммуникации Именно межличностных С отделами, с внутренними заказчиками Друг с другом И так далее Наверное, нет Если бы Ну, я хорошо набираю команду У меня, наверное, там Сбоев было за все годы Раз пять, наверное Вот на всех этих наборах Так ты лично общаешься Обязательно Каждого человека лично Нет, во-первых, есть тестовая Потом лично Ну и здесь, наверное Главное качество Которое должно быть у всех Это любопытство Вот если у тебя нет любопытства Жизненного Вообще желания колупаться в чем-то Задавать самому себе вопрос Я сколько раз вот это говорю Что любопытство Это то качество Которое делает нас молодыми В любом возрасте То есть Уже в 25 В 20 можно старым быть Если ничего не интересно Все так Все, чего добилось человечество До наших времен До нашего времени Это все только благодаря любопытству Ну вот мы даже здесь сидим Потому что в какой-то момент сказали Таким, блин, интересно, а что будет И вот мы сидим Давай попробуем Да, да, да Это если резюме планирует Это для тех, кто хочет больше Молодец Молодец, отработал Для тех, кто способен на первых Да, да Или способен Интеграция нашего партнера Альфа-банк Если резюме Кто-то, допустим, сейчас захочет После просмотра Есть ли вообще необходимо сейчас в людях Или у тебя все Не мы полностью комплект Но мы всегда смотрим Интересно на рынке Поглядывайте Ротация существует Я думаю Что кроме любопытства И soft skills Hard skills Нет, ты должен быть экспертом Soft skills Желательно за плечами быть Проекты должны быть какие-то Это мы же говорим О каких должностях Вот в том-то и дело Что очень разные С кого можно начать? Вот сейчас актуальный для нас 3D motion design Человека мы ищем Ну а прямо сейчас Наша рубрика От нашего партнера 21-й век.бай Это онлайн гипермаркет Рубрика Распаковка Итак 21-й век.бай Это крупнейший белорусский Онлайн гипермаркет Непродовольственных товаров Онлайн ритейлер Продает все для дома Работы и отдыха И кстати Один миллион позиций В каталоге на сайте Которые можно купить Прямо сейчас Доставка в любую точку Беларуси Более 70 собственных Пунктов выдачи Заказов в Минске И регионах Множество промокодов Акций С приятными скидками Напомню, что для вас До сих пор действует Скидка По промокоду Подкаст Ну а теперь Приступим к распаковке Так же, что же Что же так же А гостю Предложи, пожалуйста А вот, пожалуйста А доставай Что там такое Все? Да Нам в студию Что это? Каждый раз поступает Некий товар От 21 века Который мы Мы не знаем, что это Откуда оно приехало Зачем оно Бермини Бермини Да, наша задача Разобраться с этим товаром Представить его И для себя понять Я читаю инструкцию сначала Не-не-не, мы не читаем инструкцию Давай интуитивно попробуем Только с пингвинчиком Что это такое? Бермини Мне кажется, это мишка Бермини Бермини Потому что называется бир? Бир 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 Раскрывай, раскрывай Электрический аппарат Для лица Да ладно Тонизирующий микротоки Я не знаю Подожди, это массажер для лица Массажер для лица Это чтобы бить током Это бить током лицо Чтобы оно Лицо бить током Лицо бить током Это же крутая штука Я не знаю, как его Давай я Ну, почему Почему постоянно какие-то пингвины А тут массажер для лица Блин, и правда Как он открывается? Блин, массажер для лица Прикольно Тонизирующий Тонизирующий Бермини Бермини Сейчас я немножко информации О нем посмотрю вообще Что это С чем его едят И как вообще им пользуются Чтобы поняли Нам, я купил Из того, что нам привозил Дос первых на распаковку Я купил почти все Ну, кроме пингвинчика Значит, в прошлый раз Этот эхолокатор Тут же был тестю приобретен Да-да-да Сразу же Надо Все было Тем более скидочка Блин, короче Я открыл Где-то в углу Плачет один пингвинчик Слушай, я рассказываю Сань, смотри Зачитаю как Характеристики товара Смотрите Это первый в мире Микротоковый девайс То есть это микротоки Вот эти железные пимпочки сверху Они с микротоками некими функционируют О, тут написано, смотри Эмолаживающий эффект Электрический аппарат для лица Умные тонизирующие микротоки для лица Считая микроток пульсации Т-соник Биармини подтягивает И укрепляет овал лица и кожу Придавая ей молодой и здоровый вид Током не бьет Не бьет током? Нет А ты включила его? Ну он что-то мигает Может у него Пульсация Т-соник улучшает Впитывание и эффективность Уходовых средств Микроток устраняет Выраженные признаки старения Делает кожу более упругой и молодой Это мне нужно Слушай, это Очень звучит Технологично И что-то из этого мира Знаешь Вещь, которую Кто-то бы сказал Карманный массажер для лица Ага Там же зарядка есть к нему Ну, мне кажется, да У него зарядка села А давайте сейчас Три секунды зарядим Он вообще похож на Очень кавайный няшный будильник Да Ну серьезно Я никогда не подумал бы Что массажер для лица Может поместиться в карман Понимаешь Сань, ради интереса Да? И такого Как думаешь Сколько стоит данный девайс? Так, давайте ставки сделаем Я ставлю 30 рублей Сколько? 30 рублей Нет, я думаю, больше 100 он стоит Я думаю, что он стоит рублей 150-170 То есть вы думаете, что прибор, который помогает омолаживать кожу И выдавать овал лица, который сейчас очень востребованный в обществе Он стоит до 100 рублей? Ну я сказал, что больше 100 рублей Потому что свыше 100 рублей стоит косметолога То есть смотрите Запатентованный трансдермальный массаж T-Sonic С низкочастотными пульсациями глубоко в кожу Которая стимулирует кровообращение Восстанавливает упругость кожи И уменьшает видимые признаки старения Он стоит 100 рублей А что ты уже продал? Ребят, такие достойные современные вещи А, смотри, к нему есть специальный кремик Я думаю, что нужно на крем Никто не угадал Ну сколько же он стоит? 700 рублей 700 рублей? Кайф, да? 700 белорусских рублей? Ого Запатентованный трансдермальный массаж T-Sonic 300 баксов? Да Антишок У них тут система антишок есть Которая долгосрочно Антишок, это значит, не бьется? Обеспечивает комфорт и безопасность процедуры Да, то есть вся эта штука безопасна и комфортна на 700 рублей ровно И к тому же Вот жередить просто Ты уже омолодился Если ты не знал, я скажу по утверждению производителя Что 65 мышц лица и шеи у нас здесь есть И все они, они прорабатываются На долгосрочную перспективу С долгосрочным эффектом Понял Ну если вдруг ты не понял Слушай, но он работает как-то, он моргает Сань, а как ты думаешь, сколько такой прибор вот стоить может? Так ты же сказал Ты же же сказал Я думаю, после этой сотки, ну рублей 700 Саша, я думаю, что Тысячи две Я думаю, что рублей 700 Не-не, Сань, скажи намного больше Не, ну скажи 2000 Я думаю 2000 Вообще, на самом деле 700 рублей Не, если бы он был золотой, тогда 2 С ума сойти Вообще, купить его можно дешевле, чем 700 рублей Воспользовавшись скидкой нашей промокод подкаст Заходим на онлайн гипермаркет21.buy Вводим скидку подкаст И забираем себе форео Да Кстати, не только розовый Кстати, розовый тоже неплохо Понимаете его цвет? Угу Ты любишь стены А какие еще есть стены? Саш, какие еще есть стены? Лавендер Это какой? Лавандовый Света денег Лавандовый цвета денег Лавэ? Нет, это шутка Типа лавэ Юморист, конечно Ладно Все, в основном съемку на эту Лучше сегодня будет Эй, ты ж труднись с грибами Ты опоздал на пятна с бедут Вообще-то меня кличут фаршированный перец Я не позволю тебе опаздывать в моем городе Ты холодец хреном Об этой же доставке забыл дать мне сумку А потом еще эти пробки Ты не прав, теплый салат Светлана О боже, как я голоден В следующий раз буду звонить только профессионалам Святая похлебка Иди сюда Кто ты, пирог, тебя дери? Я курьер С какой банды? Деливио Аааа Я слышал о вас Эль Рапидо Деливио Ну и что же ты слышал? А то, что это самая быстрая доставка куда угодно Деливио — это быстрая доставка до 40 минут Более 60 магазинов и 10 тысяч товаров Доставка всего 10 копеек от 50 рублей Доставляем в Минске и даже в Замкат О, а бай, любимые блинчики из Виталюра Теперь я дошел профессионалам А какие еще есть примеры интересного? Давайте подумаем о такой штуке Когда люди что-то изобрели Нам это было не нужно Но теперь мы за то не можем жить Так Вот, да Ну вот кинорежим в айфоне, например Смотри, из Т Кинорежим Вообще невозможно жить без кинорежима Я не знаю, как вы живете Потому что смотреть на мир простым взглядом Сегодня, это как-то кринжово уже Вот чисто через кинорежим в видео Просыпаешься, включаешь, все красиво Люди красиво Посмотрел, о, как красиво Выключил опять Слушай, маски Мне кажется, фильтр маски в Инсте Ну, сейчас же много кто ведет через селфи Ну, это фан Фан всегда продает А Саша спрашивал про продукты Которых, например, не было ценностей Да, да, чтобы обычный вид И они становились просто легендами Это и памперсы, и ксероксы И что-то еще Нет, ну это прям конкретно Когда изобретают новую штуку Это изобретают новую штуку А я про то скорее А ты про какие-то фичи, которые Вещь уже была И она как бы, ну, вещь и вещь А в нее что-то вставляют И при том говорят Вы без этого не можете Мы такие О, мы без этого не можем И реально так и работает Слушай, честно На самом деле это сложно сказать Потому что это настолько ускорилось Да Что уже нет даже такого, мне кажется Ощущения, что О, вау, что-то сделали Тебе просто это выкатывают Ты это берешь в руку И уже этим пользуешься Без того момента Мне кажется, что типа вау На самом деле сейчас прикольное время наступило В современности у нас, да Что нам уже ничего придумывать не нужно У нас технологии Понятно, что мы еще в зародыши находимся Но технологии уже довольно высоко Далеко прокачались И теперь нам, чтобы что-то придумать Ты просто берешь Открываешь любую книжку по фантастике Так, значит Папка, в которую тыкаешь пальцем И меняется картинка, хорошо Вот в MyPad Или Алиэкспресс какой-нибудь Да, 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 да Прошусь Столько чушек всякая Да, да, да Или, знаете, там типа Так, машина, которая едет сама Раньше мы-то видели в книжках по фантастике А сейчас, например, в той же там В любой стране Там в развитой Ты сел в Теслу Нажал кнопку И она сам поехала Но по воздуху пока еще нет О, ребята Закупайтесь воздухом Все Ну чего нет Уже же изобрели какую-то машину Которая Но она пока так Там не гравитационная подушка, конечно Но она как квадрокоптер на лопастях На пропеллерах уже летает Да, слушай, пока мы говорили Я вспомнил Вообще Пока мы говорили, уже изобрели Что? Вообще, сто процентов Что Ну А как вам Дайсон? Ты про фен? Да О, фен, да От которого Какой-то гений Это гений Согласен Думаешь, она знает, что ты о фенах И что? Соня, фен, закосарь Как вообще тебе Тоже без чего сейчас Очень сложно людям на самом деле Вообще-то я его обозревал На ютуб-канале Онлайн гипермаркета 21век.бай Ты прикинь, да Ну я Ну, слушай Вот где Любая девушка, которая это видит, говорит Хочу Знаешь, каков этот промежуток времени От момента Расчески с пальцев До фена за косарь, знаешь С вечера до утра Да А он реально такой крутой? Он реально крутой А в чем? Ну это другое Даже Ты его берешь в руки В этом фене Фишка в том, что Ты испытываешь удовольствие Не только в момент покупки Что ты стал обладателем фена за тысячу У тебя такой фен Дайсон, позвоните нам Или Тайсон А это именно удовольствие От каждого ежедневного использования Это совершенно другой Экспириенс потребительский Или там прядка Она засасывается вовнутрь Она такая там Через это колечко И оно дует Она очень заботлива Как это работает? Скажите, как это работает? Это такое колечко Такое? Короче, да Получается кольцо Оно не через нагревание А через вихрь воздуха Короче, как турбина самолета Глубо говоря И это очень безопасно для волос Потому что нет термообработки Да А им можно носки сушить? Да И там еще параллельный массаж делает Сообщает новость Курс биткоина И говорит, какая ты сегодня красивая И сегодня, и вчера, и всегда Да Да, да, да Не, серьезно То есть такая история Просто мы так, например Раньше с ребятами Знаешь, в студенческие времена Прикалывались Не прикалывались А тебе нужно куда-то быстро идти У тебя постели носки Ты берешь носок Надеваешь на фен Нажимаешь, он Да И все До сих пор используется Да Конечно Да, это еще что Еще есть микроволновка Но ты серьезно Был опыт, но ты рискуешь Из микроволновки достать Просто такой отреобед Поэтому пользуешься кипятильником Поэтому нет Я больше не с рейнским Про Дайсон Хочет обещать Дайсон Они, мне кажется, вообще Обогнали Apple В плане того, что Заработка на аксессуарах Потому что там К ним какой-то чемоданчик Какой-то чехол Из кожи Сумасшедших денег К фену Есть отдельный кейс Да, да Зачем? Это невозможно остановиться Это, знаешь, мне кажется В любом Каком-то важном оборудовании Вот, кстати, про Дайверское оборудование Ты не можешь остановиться Ты покупаешь какое-то Что-то И это потом обрастает Потом хочешь что-то еще Потом хочешь что-то еще Ты купил себе подводный компьютер Захотел новый А сейчас я увлеклась Подводной фотографией Ты купил один бокс Потом купил одни фонари Забрынди Это мы сейчас поговорим У нашей очень интересная хобби Несмотря на то, что она Проработала в миллиардах Огромных компаний У нее были здоровенные Просто стаки сотрудников В разных странах Она занимается дайвингом Но к этому мы сейчас перейдем Мы сначала закончим С твоей рабочей сферой Ну давай Вот Пора уже закончить Нет, нет, не пора Не пора Ты не заканчивай точно Не заканчивай Да Ну, в целом Я бы хотел сказать Что Что мы выяснили Что Как это работает схема Вообще В жизни Для всех людей Для всех потребителей Но от разных стран Она очень отличается Что мы знаем о маркетинге Что это способ О маркетинге По версии Алисы Алиса, а как правильно Маркетинг или маркетинг? На самом деле правильно И маркетинг, и маркетинг Спасибо, Алиса Стойте! Она сказала и маркетинг, и маркетинг. Главное, чтобы вам было... Она сказала и маркетинг, и маркетинг. Ты слышишь то, что ты хочешь слушать, Саша. Нет, она не может ставить ударение, потому что это искусственный интеллект. Хоть очень талантливый, очень рабочий, но она не может ставить ударение. Да, в общем, маркетинг — это мост, который прокладывается от продукта до... Да, неплохо. Давай, это тоннельный. Ты имеешь в виду, что он такой же красивый, стойкий и на века? И новый. Он может быть разным. Да. И мост от продукта до потребителя. Все так. Ты пользуешься Инсинг? А что? Пользуюсь ли я Инсинг? Да, да, я пользуюсь. Как часто? 3-4, 3-4-5 раз в неделю. Дядь, это не серьезно. Это какой-то жалкий детский уровень. Вот я лично пользуюсь Инсинг, как минимум, дважды в день. А ничего себе. Один раз сразу после зарядки, второй раз сразу после обеда. На самом деле, я это делаю, потому что мне это нужно. Ты только представь, вокруг все эти цифры с утра до ночи, банковские переводы. Бац, бац, бац. Тыки, тыки, тыки. А все это нагружает даже серенькое вещество. А здесь все просто. Достал Инсинг, настроил банк под себя и достигай большего. Понятно. Это я придумал, это медицинский факт. И вот второй секрет успеха. Это маленькая штучка. Называется карта Альфа-банк. С ней ты будешь действовать быстрее и получать дополнительные бонусы. Я понял. Самое главное, я люблю ее. Сахарочек? Да, спасибо, пожалуйста. Давай. Альфа-банк. 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 М-м-м-м. М-м-м. Ну а прямо сейчас наша очередная рубрика от наших друзей компании Альфа-банк. И называется она «Маня на кармане». Или, как называем мы, Саши, рубрика бабло. Рубрика бабло. На каждый выпуск мы будем гостям задавать несколько финансовых вопросов и просто общаться на тему денежек. Так уж получилось, что это у нас с тебя начинается вся наша история большой дружбы и долгой с Альфа-банком. Итак, вопрос такой. Что вообще для женщин значит деньги? Вот именно деньги. Заработок денег. В чем отличие восприятия женщинами денег от мужчинами денег? Да. Надо побыть мужчиной и побыть женщиной, чтобы сравнить. Ну ты же видишь, ты же общаешься с богатыми мужиками всякими. Ты же видишь богатых мужчин. Это в любом случае возможности. Деньги – это возможности. Да, конечно. Что для женщин все-таки деньги? Ну окей, возможности, но? Ну это определенная, наверное, независимость, свобода, если ты с кем-то в паре. Да. Ну это все-таки возможность. Ну если ты хочешь путешествовать, это стоит. Если ты хочешь образование ребенку определенное, это тоже. Хорошо. Про свободу дает? Про свободу, да. Конечно. Что вообще важно в жизни? Быть независимым. И свободным. Вот вопрос такой, да. Что ощущает сильная и независимая женщина? В какой момент? Нет, ну вот смотри, вот сейчас. Ты человек, у которого впечатление 35 человек. У тебя было много до этого проектов, где было еще больше людей, ты сейчас очевидно финансово стабильна, очевидно все хорошо у тебя. Как ты себя чувствуешь при этом? Спокойно. Так. На расслабоне. Если ты хочешь спросить, я на расслабоне нормально себя чувствую. Так, наверное? Ну, конечно. Ты закрываешь определенные потребности, перестаешь в какой-то момент об этом думать. Ты можешь думать тогда про проекты, про путешествия, про что-то большее, про хобби. Тебе не нужно думать или там копить и откладывать, чтобы купить новый фотоаппарат или новый к нему. Когда ты последний раз одолжила деньги у кого-нибудь? Ой, слушай, у меня так бывает. Все равно бывает. У тебя там такой, да нет, нужно. Да нет, нет. Слушай, это бывает. Да нет, сейчас особенно, когда не всегда, не во всех эквайрингах и терминалах принимают карты, а у тебя с собой только часы. Да, да, да. Кстати, частая проблема, да? Появить эти люди, которым все время кофе можно покупать. у тебя с собой есть карта? Да, да. Да, у меня вот я заметил, что у меня... Ты что, меня угощил? Да, да. У меня такая история, что я такой, меня все сейчас кофе угощают, я понял, что у меня статья расходов прямо упала, просто потому, что иногда некоторые банки не принимают Apple Pay, и я такой, блин, купи мне кофе, и все. И понял, что все хорошо. Раньше такая была штука со 100-долларовой банкнотой, типа, ты носишь ее с собой, и его где-то, если что... И да, она никто не меняет, да? Да, никогда не меняется. Такой, блин, слушай, можешь закинуть, кто у меня 100 долларов, просто, ну, понимаешь... Нет, сейчас... Да-да, я такой, ну, ладно, закину, конечно, это просто человек всегда такой, он, типа, сотка уже протерлась, да, ну, ходит. Когда ты впервые в жизни заработала прям большие бабки? Ну, прям... Большие? Это же оценочная такая, слушай. Ну, вот смотри, окей. Первая, это прям крупная зарплата на руководящей должности, когда сказала, ну, не себе чего. Слушай, я в 14 заработала первые деньги, мне они казались, ну, караулу вообще сумма. На что ты потратила? Я купила себе лосины. Так. Фиолетовые. Фиолетовые. Огонь. Огонь. Ёбло лосинс, так. И что еще? Да-да-да, я купила себе футболку с Микки Маусом. Не, ну, слушай, я давно была в мою юность. И белые туфли к выпускному. И вот, я готовилась. И была очень счастлива. Очень счастлива. Скажи, это какой-то определенный лук или, ну, образ, или так это собиралось? Это то, что тогда было очень на острие. Самое модное, да. Прикольно. А как же Майк от Титаник? Титаник еще... Не утонул? Тогда не был очень утонул. Титаник от 96-го. Он в 96-м, да. В 14 мне было в 94-м. Подожди, Майки с Титаником носили в 96-м. Ну, Титаник вышел в 96-м. Титаник вышел в 96-м, и потом... Майки к нам же не сразу доехали. Ну, 98-й. Вот у меня в 98-м году был Майки с Титаником. Ты такой, ты уже за два года к нам принты... Титаник доплыл к нам за два года. Вот, кстати, в Сибирь наезжало все очень быстро. Вот такие все штуки. Блин, у тебя еще сибирское детство, господи, для следующего подкаста. Хорошо, ты купила себе... А кем ты работала в 14 лет в Сибири? А я у папы там... Он меня дворником устроил. Я нормально поработала летом дворником. Дворником у него там в депо паровозном. Я на заводе работал однажды, тоже там деньги зарабатывал. Отличные, простые профессии. Крутые профессии, Рож, в 15-е яблоки продавал, польские. Откуда в Сибири польские яблоки? Не надо придумывать. Придумывай, фантазерка, откуда? Из Китая еще, скажи? Какие нереальные из Китая, оказывается? Оказывается, польские яблоки... Нет, польские, польские яблоки. Польские яблоки. А, Саня, на что ты первые деньги потратил в детстве? Первые деньги, сейчас скажу. Ну, заработанные именно? Нет, сворованные, Саша. Сварованные, я помню, на что. Заработанные деньги. Дал на откуп правоохранительным органам. Такого нет. Ну, ты не бывает. Первые заработанные деньги, дай подумаю. Наверное, ну, такая значимая покупка. Пятый айфон. Это первые твои заработанные деньги, пятый айфон? Да, да. Ты что, серьезно? Ты что, до 20 лет вообще не работал, что ли? Ну, слушай, ну, там были какие-то покупки, они незначительные. Ну, я из значительных. Пятый айфон. Нет, это же помните свой первый телефон, да, купленный. Да, хорошо. Факт из моей жизни. Да, Вашенье. Шнурки, патролы, краски, купил. 14 лет, значит, я работал на стройке, получил разряд сварщика. Ого! И сварил суп. Вот такой градус. Да, неплохо. И щуки. И за первую зарплату я купил себе паленые конверсы. Бум! Да, я мечтал о них просто, о них отказывать покупать. Я, как сейчас помню, в Беларуси они стоили 70 тысяч белорусских рублей. Ничего себе. Да, когда это было много долларов, я купил себе эти конверсы. И я такой, все, прям, все. Так. Прикольно, подожди. А у тебя размер ноги был тогда и сейчас одинаковый? Нет, конечно. Ты что, 14? Слушай, времена меняются. У меня сейчас ребенка тоже 14, тоже конверсы. Я дам свои конверсы. С батя на плечах. С батя на плечах. С батя на плечах. Да, это вечная обувь. Самое интересное, что у меня сейчас, даже на данный момент, есть шесть пар абсолютно одинаковых конверсов в черных All Stars тканевых. Абсолютно я однокоженый. Вот я их настолько обожаю. Компенсирую эту детскую травму, да? У меня даже кореш есть из Америки, и он мне постоянно американские оригинальные конверсы высылает. Прикольно. Ты даже не просишь его, он просто уже, типа, от себя. Когда-то, типа, я ему жизнь спас, и все. Так, дальше. Уф, 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 уф. А, подожди, а большой первый заработок уже во взрослой жизни. Вот новая должность, ты прям получила за зарплату, да, там какую-то, типа, там, ставку, заработал денежек. Ну да, наверное, вот был мобильный телефон, и с такого яркого запомнил. Ну вот такой еще, Симмонс был. О, прикольно. А, 52. С. О, С-шка? Да, да. А, 60-ый? На который у них разные еще панельки, можно было менять. Да, да, да. У них прикол был, кстати, в дизайне, они там можно было менять эти... Да, 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 вот верхние панельки. А какой у тебя был? Серебристый. Серебристый, да. Так, и все? Симмонс, все, да, большинство заработок. Ну, первый айфон, помню, да, из таких каких-то знаковых. Так, хорошо. То есть ты как-то так деньги не спускала почем зря никуда? Ой, не, я вообще спускаю. Не, ну смотри, допустим. Только почем зря. А как-то там может быть... Копить вообще тяжело. Может, какая-то финансовая грамотность там какая-то тебе помогает? Может, ты какие-то вот эти вот... Вот, вот сейчас мне очень помогает. Да, у меня есть копилочка. Вот, в Альфе классно в инсинке есть копилочка. Я так, кстати, на фотоаппарат дайверский копил. Кстати, работает это что? А как это работает? Очень работает. Что за копилочка? Есть два... Там копилочка. Ты можешь делать на остатке в инсинке. Очень удобно, когда ты понимаешь, сколько у тебя в день операции, и они на округлениях тебе вечером закидывают остаток. То есть, грубо говоря, я там плачу, допустим, за что, 37 рублей 60 копеек? Да, да, да. Тебе 40 копеечек, оп, и оказалось, это достаточно приличные суммы. Я тебе потом покажу. То есть, вот эта мелочь, которая всегда где-то валялась или как бы не учитывалась в... Вот, потом-то можно настроить с каждого поступления тебе какая-то сумма откладывается. Тяжело же, вот тебе пришла зарплата, тяжело отжалеть куда-то. А там ты настраиваешься, что при каждом поступлении денег определенная сумма тебе... Автоматически. О-о-о-о. И даже помнишь, как вы там в курсах по финансовой грамотности, что типа 10% от... То есть, типа, деньги, которые ты зарабатываешь, они все равно по факту тебе не принадлежат вообще. Ты сел там на иду, трачь, все остальное, и чтобы были лично твои, ты 10% от этого откладываешь сразу. Одну и десятую часть, все, они вот только твои. И тут можно ставить пенсинг так, чтобы это делалось само за тебя. Да, да, автоматически. Это круто. Слушай, ну, это, кстати, полезно большинство людей вот с этим проблемы. То есть, именно, знаешь, здесь можно накопить какую-нибудь подушку безопасности или на какой-нибудь подарок. Ну, у меня называлось, да, там, надайверское оборудование. Можно прям назвать надайверское оборудование. Сколько-то же надо там потратить денег, да? Да, 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 но я и так докидывала. Да, я когда себе лет сколько-то назад покупал первый Apple Watch, когда они еще там стоили дорого, и не было понятно, надо это или не надо, мне очень хотелось, я фанат психотехники, и я такой, ну, не куплю себе их сам, ну, типа, ну... И я стал просто, дозавел себе коробочку, я пришел, скажем, в корпоративное мероприятие, и такой туда там соточку закидывал, такой себе, и потом такой раз, и такой, о, прикольно. А ничего себе, ты зарабатывал, такой богачий, режим богачий, а, получается, по соточке так копилочку закидывал, нормально. Это рублей было тогда еще. Ну, все же, Александр, почета меньше не стало. Так, продолжаем рубочку. Смотри. Так, 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 где у нас? Ага, во! А тебе когда-нибудь деньги на халяву прилетали? Были выигрыши в лотерею в какую-то... Нет, нет, никогда. Никогда ничего? Не находила ничего? В детстве я нашла три рубля. Не три рубля, прям, ну, в советское время это были большие деньги. А, это три рубля. Да-да-да, три рубля. Три рубля. И что ты на них, получается, сделала? Мама забрала. Купила какой-то битон, бидон для молока. А если бы прямо сейчас тебе прилетел, там топор стоил сорок копеек. О чем ты говоришь? Ты помнишь топоры, на которых до сих пор вычеканены на сорок копеек? Да-да-да-да. Вот и сравни, топор сорок копеек, она на что, три рубля. Это сколько топоров? Получается... Нормально топоров. Чуть больше, чем один. Да-да-да. Больше. Семь топоров. Если бы сейчас прилетела какая-то сумма тебе неожиданная, вот откуда, с неба просто упала, вам позвонили, вы стали миллионным посетителем. На что бы ты потратила эти деньги? Ну, от суммы зависит. От тысячи рублей. Нет. Россия, белоруссия? Нет, нет, нет. Давай говорить, например, про 1100 долларов, допустим. Хорошо. Ну, такая, да. 2600 тысяч рублей. Ну, вот тогда бы я какой-нибудь домик на побережье в Испании. Хватило. В Тревесе. Хватило бы. Хватило бы. Вполне себе, да. 100 тысяч долларов. Да, они же там по десятке. То есть ты прям все бы без остатка? Абсолютно. А зачем? Кстати, да, дайверское оборудование есть, дом в Испании есть. В принципе, успешный человек. Яхты не хватает, лодки нет. Ну, книгу надо писать. Нет лодки. Кстати, лодка до 100 тысяч стоит, на которой можно катать дайверов. Я уже узнала. Тогда получается тебе 200. Тебе нужно 200 тысяч, сотка на домик, сотка на лодку. И на лодку, да. Хорошо. Нормально. И последний вопрос. Где лучше всего хранить деньги и как это правильно делать? А можно я? Ответить? Да. Под подушкой. Под подушкой безопасности. Они же мнутся. Да, да. Это там как в Роджин и Коннинг. Это сейчас начнет, знаешь? Это начнет. Значит, биткоин купить надо, одну четверть отдать в эфириум, а потом еще Степан купить. И все это потерять. Пока, дорогая, ну заплати пока, я просто жду, пока биткоин поднимется. Да, я жду пока с вами миллионером, поэтому пока платишь за счет ты. Если ставочка пройдет, я выведу. И плачу. Да, и профессионал ответит нам. Да, конечно. Извините. Не, я что-то не как профессионал отвечаю. Как обычно. Не, я на депозитах. Надо ему сказать. Надо ему сказать. Надо ему сказать. Что-то он, да. Но вообще нужно разделять. Если часть хочется, да. На депозитах в банках. Серьезно? Криптовалюте? Да. А в крипту? В крипту. Я не рискую. Так, депозиты в банках, это что? Ну, это вклады. Вклады в банки. Типа я что, дал банку деньги, они у них лежат? Они лежат, пользуются, а тебе проценты от этого. Ну, сколько, например? Ну, сейчас в валюте 7,77. 7,75. Это в год? Да. Почти 8% в год. Это нормально, потому что я больше 3-4. Но сейчас будут снижаться, поэтому. Ну, понятно, я больше 3-4 вообще нигде не видел, а тут 7-7. Нет, сейчас ставки хорошие. На момент выхода выпуска. Смотри, ты кладешь 100 тысяч долларов, а через год берешь, забираешь 107. О, нормально. А где все 100 тысяч долларов? Для того, чтобы понять, как эта схема работает. Это схема, когда у тебя есть 100 тысяч долларов. Заработать? Это схема, когда у тебя есть миллион, и ты не хочешь их хранить в деньгах, в бумажных, потому что инфляция. Да, да. Ты их в банк несешь, и они и цены свои сохраняют, и немножечко тебе еще приобретают. Блин, Александр, спасибо. Но инфляция больше. Это как с криптоэ, когда мы говорим, знаешь, как заработать миллион в крипте? Надо вложить два. Да. Все очень просто. Но здесь по-другому все. Ну что ж. Ну он спросил про хранение, да? Криптоэ – это все-таки инвестиции. Хранение и распространение я спросил. Я спросил про хранение и распространение. Да, я понял. Это как, грубо говоря, сберечь деньги. Да, для чего-то. Сегодня деньги как бы ничего… Подушку, понятно, никто не отменял, но есть риски. Да. Деньги обесцениваются, поэтому депозит, я так понял, хотя бы чуть-чуть… Чуть-чуть отбивает. Твои деньги это бьют на дистанции, ты хотя бы не потеряешь. Либо останешься при своих, либо чуть-чуть какой-то такой плюшечку, там можно рулон обоев на несколько, на краску для стен. Ну, либо ты, например, откладываешь… Ну, я сейчас откладываю на обучение дочери. Круто, круто. Поэтому, рано или поздно… В Гарварде? Это случится нет. В Хогварте, сами. Куда она за… В Хогварте. Сейчас там Гарвард-кринж уже, Хогвартс. Я думал, в Ташкенте. В Ташкентском Хогварте. Да. Там, судя по фрескану… Там нормальное образование, кстати. Там тот Чехогвартс, да. А реально где? Куда? Куда она захочет, что это ее же выбор будет. Отлично. Человек. Ну, осознанный человек воспитывает осознанных людей. Респект. Да, респект. Честно, спасибо тебе за то, какая ты есть. Спасибо. И еще огромное спасибо Альфа-банку за нашу рубрику. Это была рубрика «Мани на кармане». Несколько финансовых вопросов с нашим гостем. Очень приятно обсудили. Спасибо большое, Наташа, что ответила на эти вопросы. «Мани на кармане». Ну, это всегда такая, да. Рубрика «Бабло». Получается, что ты за процесс или ты за результат? Некоторые люди здесь, которые вдохновляются только результатами, знаешь, что ты… Не-не-не, я точно не достигатор. Мне нравится. И при этом я не процессный исключительно человек. Мне очень хочется тоже скипнуть какие-то вещи. Ну, какие? Подожди, это же такая европейская схема, когда ты получаешь удовольствие не от финального результата, а от процесса достижения. Так а если у тебя нет финального результата, то процесс, собственно, к чему? Ну, да. Это такой баланс. И процесс не затягиваясь, и чтобы он тебе тоже удовольствие принес, и не проскакивает. И результатом насладиться. Ради чего ты вообще это все делаешь? А вот если результат тебе не нравится, вот прислали тебе какой-то драфт, посмотрела… Ой, это регулярно. Саша знает. И что ты? Получается, ты зажимаешь сразу шифт. Сценарев. А что? Зажимаешь шифт сразу. Нет. Ну, помнишь текст. Command A, delete просто. Да. Ну, то есть, прислали драфт какой-то ужасный, ты посмотрела, и что? Ну, и что? Или вдохновилась? Так, я знаю, что вас надо уволить. Ну, не знаю. Нет, как отличить хорошее от плохого? Знаешь, иногда бывает такая история, что в голове у того, кто что-то предлагает, прям все круто. Ты читаешь эту идею, она тебе не нравится. Но если ты доверишься человеку, ну, покажи. Очень редко. Это очень редко. Ну, неправда. Это очень редко. У нас… Стой, стой. Вот, уважаемые зрители, напишите прямо сейчас нам в комментариях на YouTube, смотрите нас на YouTube, понравились ли вам видеоролики рекламных интеграций, которые мы сняли, потому что они не были абсолютно не согласованы ни с одним заказчиком, кроме Альфербанка. Ну, подожди, талант не всегда заменяет просто. У тебя в данном случае есть талант, но он не всегда заменяет процесс. Не заменяет? Нет, да. И он должен быть контролируемый все равно. Как отличить хорошее от плохого? Только в момент реализации ты уже поймешь, плохое или хорошее. А нужно поймать заранее. Вот желательно договориться на берегу, попытаться снизить эти риски с двух сторон. То есть, ну, слушай… Я же тоже могу быть скучным гостем, правда? Ты же тоже рисковал. Ты никогда не будешь. Я знал, на что мы идем. Важно ли… Здесь, наверное, знаешь, что важно такое качество, наверное… Ну, многие же говорят, ой, сколько людей, столько мнений, там, творчество, оно для всех свое, и каждый вид по-разному. Вкусовщина это называется. Ну, да, да. Да, но, наверное, даже типа мыслить в отрыве от продукта, да, называется. Ну, то есть ты можешь при производстве чего-то… Новая татуировка будет, любимая цитата. Да, мыслить в отрыве, то есть на английском как-то есть underbox что-то. Thinking outside box. Да, понимаешь, о чем он говорит. Да. То есть тебе, наверное, это в первую очередь надо… Ну, поскольку ты визионер, и ты делаешь то, что должно зайти многим, и не то, что зайти, откликнуться как-то. Ну, видишь, банковский маркетинг тем более сложен. Ты объясняешь сложные продукты, которые там сформулированы банковским языком, на обычном, на простом, в тональности понятной, еще нужно зацепить эмоционально, потому что вы конкурируете эмоции прежде всего. Слушай, да, прикольно. Мне вот нравится именно ваша схема такая, да, что вот, как я уже говорил, все банки суперсерьезные, ничего не понятно, а вы простым языком общаетесь, и у вас в целом и визуал другой, да, и посыл другой, другая тональность в целом. И вот, посмотри, да, посмотри, посмотри, директор, директор по маркетингу сидит с нами в татуировках. Да? Так пусть снимет. А это, как снимите, то не снимет. Не, я к чему веду, это вот, когда вот мы были там детьми, там нам говорили, что ой, ты вот наколки, ты ничего не добьешься, тебя никуда не возьмут, посмотрите. Какой цветочек, ты же состаришься, да? Когда наколотила первую? Ох, первую, в 23 года. В 23 года? Ну, поздновато. Да. У меня там вообще лет в 17, видишь, 16 была первая. Ну, я такой. Суровое сибирское детство, все нормально. Ну, да. Я же говорю, я эскимо впервые попробовала в 14 лет. Тебе колотили ржавчины и гитарные струбанки? Ну, это была какая-то грустная история, да, я рассталась с парнем, и, в общем, да, да, да. Много ли ты рога тебе? Четыре? Давай знаешь, вот, чтобы узнать, не много ли, а есть ли какая-то, которая ты вот... Если могла бы, не набивала? Нет, нет, все. Или все кайфуют? Все, да. Я очень к этому процессу подхожу. Сейчас вот думаю. Это круто. Это прямо осознанно. Да, осознанно. Многие, кто татухи бил, мне кажется, это связано еще с влиянием. Ну, многим же тоже говорят, ой, там, ну, вот эти все стереотипы. И люди некоторые, в какой-то момент, когда у них спрашивают про татуировки, они такие, ой, ну, я бы, наверное, сейчас, может, наверное, и другую сделал. Ну, знаю, есть такие... Я не понимаю. Очень долго, очень разумно подхожу. Они все в разных странах, в разных городах сделаны. А покажи, что налево его здесь. Орнамент какой-то. Где вот это? Налево, да. Да. Это что? Это, ну, собственно, ничего. Спасибо. Отражение моего внутреннего какого-то, да. Отличный ответ. Это очень красивая цветная татуировка, кстати. Просто я к тому, что... Бывали ли у тебя когда-нибудь такие общие истории, что кто-то не хотел тебя брать на какую-то должность только из татуировок? Это же глупо. Не-не, слава богу, мне везло. Вот именно, это же глупо. Это же не бывает никогда. Уважаемые родители, уважаемые дети, не слушайте никого. Колотите. Колотите. Если хотите. У меня тоже с обстановками. Кайфовая татуха, колотите, если хотите. Кстати. Слушай, глядя на Альфа-банк, вообще-то, что все со смузи катаются на сигвеях и гироскутерах, там, наверное, ну, татуировок не видно, потому что в кимоно ходят люди. Да нет, говорю, у них... Ну, так себя ощущают. Слушай, нет. Как настоящий самурай. Я же говорил, что там стоит на кофейне девочка, у нее прям руки забиты полностью, ты заходишь в банковский центр, там стоит PlayStation, и девочка вся забита туха и делает кофе. Так пусть ее вовнутрь посадят, что она на кофейне стоит. Куда посадят? Вовнутрь. Опа. Подъехали. У меня вопросик такой. А у меня тоже? А у Лёд? А у меня у первого. У меня у первого. Тогда у тебя у первого. У меня про татухи. Ответит Саша. У меня про татухи. У меня про татухи очень интересные. У тебя за правым ухом набит татуха Girl's Power. Да. Можешь посмотреть просто влево? Влево. Да, ну чтобы было видно. Видно, ребята, в камеру подскажите нам, видно татуировочку? Ага. Girl? Girl Power. Да. Girl Power. Верю в женщин. Так мы все верим, мы прям поддерживаем эту все движуху. Я верю в него. Да, это прям круто. А домой ее сделала? Год назад. Год назад? Да. Что-то поздновато в женщин поверила, конечно, можно было раньше. Ну ладно. Это, да-да-да, потребовалось как-то этого. Что-то случилось или... Нет-нет-нет, ничего не случилось. Как-то вдохновилось, ты увидел что-то? Я такую, похоже, увидела во французской одной студии. Она очень крутая, она очень круто выглядит, это прям очень-очень классно. И прям за ухом? Ну, ты решила, то есть такая... Ну, мне очень хотелось это место. Ты думала, у тебя было это место пригрето, или ты такая... Место пригрето, да. Да-да-да, я берегу... Не-не-не, это типа, эта роза растет для чего-то сюда. Да-да-да, но просто это достаточно... Мама ягодка растет. Смело и круто. Ну, то есть, понимаешь, место такое, что... То есть, ты хотела именно сюда что-то навести. Такое, это прям манифест. И ты прям нашла. Да. И видишь, и прическа подобрана так, что это место открыто, и ты ее все равно увидишь. Это очень круто. Вообще, это вы стиле-то отдельный разговор, но серьезно. Сама придумала? Годами шла, да, к этому. Кстати, да, чувство вкуса. Говорят о том, что чувство вкуса — это зачастую всего лишь количество проб и ошибок, количество ошибок, которые ты совершил. Абсолютно согласно. То есть, да. Почему женщины такие стильные? Это вот количество проб и ошибок, которые они прошли, прям с детства. Знаешь, что? Почему женщины такие стильные? Ну, женщины же более... Которые женщины обращают внимание на стиль, там, ну, в процентном соотношении их-то больше, чем нас. Так, мужчины и женщины вообще безвкусных стилей, ноу-стайл... Мне кажется, да, одинаковое количество, согласна. Одинаковое плюс-минус так же. Ну, я просто заметил, что... Может, просто обращаешь внимание больше на девочек. Ну, естественно. Ну, уже нет. Уже сейчас кольца еще нет, но уже обращаю внимание на девочек никогда вообще никаких не смотрю. Нет, 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 нет. Только так понятно. Ну, ладно. Так что, ты всегда был такой? Не-не-не-не-не-не, мне кажется, я вообще довольна тем, как я выгляжу только последние года три. Это всегда какой-то поиск был. Это поиск, насмотренность, люди, с которыми ты общаешься. Это пришло как-то внезапно или постепенно прибиралось? А я работала, наверное... Мне очень помогло. Я работала в фэшн-индустрии недолго, год. Ты работала еще в фэшн-индустрии? Ну, это громко сказано, но это все равно коллекция одежды. Да, я работала в Марк Формоли. А-а-а, прикольно. Вот, и с одной стороны, ты... Не совсем то, что вы делаете, но для того, чтобы это появилось, вы отсматриваете огромное количество трендов и фэшн, и в макияже, и еще где-то. Это каждый день, когда это становится твоей работой, очень много-много-много-много всего смотришь. Это насмотренность, ты начала интерфицировать некоторые штуки на себя, тебе понравилось. А-а-а, прикольно. А на людей начало примерять вот это? Что значит? Или в выборе там, ну, кандидатов, команды, признакомых с человеком, как-то ты, ну, обращаешься на стиль. Ну, только если это прям сильно выбивается. У каждого человека свое умение, потребность и возможность. Да, но когда совсем человек не вписывается, это прям видно. Ну, например, что там... Ну, не знаю. Сандалии из-под носки. Любой манекен из Зары просто берем сейчас и там, ну, все, не вписывается. Да? Ну, нет, ну, не знаю. Есть какие-то силуэты, которые давно-давно, там, десятилетия назад. Но это очень сложно. В нашей профессии должен быть вкус и насмотренность. И оно вот таким образом в том числе проявляется. Люди же ходят в офис, ну, в том числе. Твой внешний вид. Ну, понятно, что уже привыкли некоторые. Есть ли кто-то еще, кто, может быть, за тобой, ну, как бы пошел тоже сделать что-то. А вообще, если раньше я как-то выделялась, то в Альфе достаточно демократичные силы. Я не очень выделяюсь. Да, я тебе говорю, там все такие. Я не очень выделяюсь. Там все такие. Я как раз попала в среду, наверное, наконец, в родную. Я вот пытался понять. Это вот ты это принесла, и я не замечал. Либо там все такие были, и ты просто к ним пришла, дополнила. Да, просто... Там достаточно свободно, да, демократично. Почему спрашиваю? Просто я тоже, когда набивал татуировку, у меня там по руке там тоже снизу и вокруг, и я тоже очень волновался по поводу работы и так далее. Ну, какие-то, знаешь, будущие вещи наперед, что как. Так, но потом я съездил в Берлин и зашел в магазин Apple. Ну, просто там мы действительно правильно-то ехали. Увидел гения. Да, покупал. Это был выход шестого айфона, наверное. Вот прям такой, я не знаю, какой-то год. Ну, там давно. И там консультанты... Ну, во-первых, магазин Apple в Берлин. Там все выглядит ультра-стильно. Там Starbucks, Детариан, еще что-то. Ну, понятно. Кипстерские. Да-да, вообще по-другому другой мир. То есть, да. И там консультанты, ребята. Ну, просто, ну, как из кино. Ну, то есть, у них там тоже майка, шорты, как бы все взяли. Но там кто-то в татухах. Там в каких-то классных кроссовках у кого-то там... Их гения называют. В курсе, да? Не-не-не. Консультантов в магазинах в App Store называют гений. Не-не-не. Да, это у них прям официальное название. Может, это по Жене только у них работает? И Евгении только работает? Ну, да. Евгений. Евгений, да. Только Genius, да. Это же проявление определенной личности, да? Я увидел, я такой, думаю, ничего себе. Ну, класс. А полицейские дредасты тебе в Берлине не смутили? Да, да, да. Реально идут полицейские с дредами. То есть, такой-то разрыв шаблона. И вот здесь вот Альфа, да, получается? Ну, вот, да. Есть какой-то стереотип, что банкиры, они все в костюмах и в галстуках. Ну, нет. Мне, слава богу, не только в Альфе. И до этого у меня был МТ-банк. Никогда не ходила я в костюме. Мне кажется, ты знаешь, с чего началась эта шутка, что появилась недавно. Типа, что взрослые дяди в костюмах работают на человека в худи, там были, в бейсболке, в тапках, в современные реалии. Так, переодеваемся. Да, выйди в центр города, посмотри, там 17-летние бизнесмены, их столько, криптовалютчики, вот эта история. Это не значит, что я представлю костюм. Сто процентно. Он тоже может быть стильным, классным. И есть люди, которые общаются напрямую с клиентами. Есть требования дресс-кода таких встреч, конечно. В общем, мы к чему? Мы просто за открытость, за самовыражение. Будьте вне рамок, просто будьте собой. Вот самое главное, мне кажется, в жизни быть собой. Да, будьте собой. Кстати, ребята, хотел спросить, вообще в целом время-то раннее еще, обеденное. Вы как вообще? Перекусить хотели бы? Очень голоден, Саша. Я серьезно, я не завтракал. Я только приехал с мероприятия, лег спать и тут же проснулся, потому что мне позвонил ассистент Наташа. Я такой, а, у меня же съемка. Ты, получается, часто не высыпаешься, потому что нужно каждый вечер ложиться спать. Я, знаешь, я как очень плохой дилер, я не досыпаю. Неплохо. Ну, в общем, хотел сказать, что пока мы общались и разговаривали про маркетинг, я воспользовался услугами нашего партнера по доставке блюд и товаров из магазинов и блюд из ресторанов и заказал нам обед. Если кто-то спрашивал, будет ли какой-то обед. Что-то типа обеда. Что-то типа обеда, то он будет. Пусть у него завтрака для Саши. Да, товарищ, уважаемый курьер, как ты, Саня, любишь говорить? Человека из Доливио сюда? Да, дайте нам человека из Доливио сюда. Человека из Доливио сюда. Человека из Доливио сюда. Войдите, пожалуйста. Ох ты, фаршированный пирог. Что это? А кто это, Саня? А кто? Это же Эль Рапидо Доливио. О, я слышал об этих ребятах. Спасибо, брат. Спасибо, отец. Так, слушай, горячее. Сколько времени ехало? Как давно ты заказал? Сейчас смотрю, Сань, 24 минуты. Давай 25 возьмем. 25 минут? Да. Так быстро как-то. Это достаточно быстро. И это утром-то. И это утром-то. Это выходной день-то. И это выходной день, когда перегруз. У нас сегодня приехала еда из заведения Беттэнгав по улице Киселева, 28. Из того, что мне известно, у нас сегодня в Пакетсе находится Араис. Или Араис, я не знаю, что это. Это планета Аракис или из Дюны, что это? Это Аракис без бутылки Хана. Спросим, спросим Алисе. Алиса, что такое Араис? Арахис. Расте. В общем, сделаем так. Может быть, это имя курьера? Нерасторопного курьера. Араис – это арабское блюдо, суть которого в том, что мясной фарш запекается в пите. Хлебной лепешки. Обычно фарш готовится с селятиной, с луком и специями. То есть, это лепешка с телятиной, специями и лучком. Второе – это фалафель на тарелке и кебаб с картофельным фри и израильским салатом. Беттэнгав – это еврейская кухня, поэтому сегодня знакомим вас с ней, если кто-то не ел. Если кто-то ел, то просто будет наслаждаться. Мне Беттэнгав понравился, я заходил на летку, на террасу, я взял хумус с питой вот такой простой лепешкой и вино у них. Вино у них, да, есть домашнее. Все очень вкусно. Гранатовое. Гранатовое, именно там, очень вкусно. А, классно, кстати, очень классно. Ты в Азербайджане, наверное, очень много пила его. Ой, в этом, господи. Все время забывают, Туркменистан. Узбекистан, Саша. Узбекистан. О, у меня какие-то кебабы. Это точно? У меня, наверное, кебаб. А, значит, все. А что? А у меня арайс. Дай мне еще один очко. Так мы будем меняться, или арайс тебя устроит? Давайте посмотрим на него. Уже всем интересно. Ну, арайс вот так выглядит. Мне очень нравится. А, ну да. А там телясинка, да? А покажи... И хумус. И хумус. Мне очень нравится. Выглядит прикольно. А ты как и что хочешь? У тебя фулафит тоже вкусный. Очень круто, Саня. Я могу поделиться со всеми. Я попробую арайс. Давай одну штучку, мы попробуем. И фулафит тоже возьму. Слушай, знаешь, что? Хочу обратить внимание, что Delivio молодцы. Реально, они довезли все красиво. Во-первых, красиво, а во-вторых, горячее. И горячее. Потому что мне стек... Отдай мне кебабчика, возьми у меня один арайс. Давай, скажи мне, что делать по шагам, я выключил мозги. Я даже приехала. Мы становимся тупыми для нее и мужиками. Вилка в левой, нож в правой, кебаб мне сюда кладешь, а себе берешь один арайс. Саня, видишь, что это такое? Вы бы такого человека взяли на руководящую должность? Смотря чем руководить. Ну вот, например, процессом поглощения пищи. Запросто. Так, это тебе соусик. И раздай еще, пожалуйста, салфетки. В следующий раз в них. В прошлый раз я их куда-то положил. Это тебе. Ага, с лимончиком. Тут слишком много всего вкусного. Саша, извини, ты без соусов. Мы с Наташей будем трапезничать. Что за соусы у тебя? Я могу дать соус, у меня здесь какой-то есть. Возьмите здесь, пожалуйста, одним. Я бы макнул вот эту кебаб в соус. Макни. Мэтью Мак... Мэтью Макнаггетс. Он, кстати, против... Бон аппетит. Всем приятного аппетита, ребят. Кстати, удобно, что это такой формат снеков, да? Не особо погружаешься в еду, просто что-то взял, ковыряешь, ешь. А как будет на каких-то странных языках, не странных, а других языках, приятного аппетита? Ну, узбекского, например. Ой, я не помню. Не помнишь? Хавей на здоровье. Честно. Хавей вкусного. А на казахском тоже не помнишь? Не вспомню. Очень вкусно. Правда, она больше на баранину похожа, чем... Да, я хотел сказать, что... У меня баранина точно. Точно? Не, ну там... Я не знаю. Не, я не знаю. И я не знаю. Но одно я знаю точно, это не свинина. Точно. Точно. И у Алисы спрашивать не будем, она, по ходу, тоже ничего не знает. У нее качество звука отличное, дизайн великолепный, все твоя гамма, но вот по знаниям, конечно... Ударение, конечно, не помнишь. По знаниям она лучшая в стране. Да, да. Но, в принципе, если бы чуть-чуть ее еще прокачать прошивку, она могла стать губернатором какой-нибудь региона в России. Ну, это точно. Она на вопросы отвечать умеет, сложно и непонятно. Вот смотри, Алиса, что делать, когда ничего не понятно? Со мной переписываться. Ну все, подходит нам. Алиса, подскажи, пожалуйста, в нашей области... Что конкретно рассказать? В нашей области асфальт уже положили или еще нет? Как? Откуда информация? Спасибо, Алиса. Нормально. Я и раньше старалась, но теперь держитесь. Кстати, я всегда могу включить вам радио. Только попросите. И понеслось. Мне спасибо. Аджичка остренькая, 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 остренькая. Проходишь? Не-не-не, спасибо. Точно, точно. Саша, будешь? Она остренькая. Я потом фалафельчик продойди попробую. У нас в кадре что-то остренькое. Чувство юмора. Да, кстати, я скажу, что этот кебаб с этим соусом очень подходит к цветогаме твоей шикарной худи. Мне очень нравится моя худи новая. Они выглядят рядом одинаково. Знаешь, что, мне кажется, перед входом в Альфа-банк нужно поставить такой лорек тоже с кебабом. А я думала, что он может капать. Без проблем. Поставить лорек с кебабом, потому что в целом клиенты же одни и те же. Может, воронка. Ну, типа, воронку сделать на входе, понимаешь? Нет, Альфа-кебаб. То есть мы думаем про хипстеров и смузи, да? Да, и Альфа-кебаб еще. Ну, нет, какой-то фастфорд-стритфуд. Нет, ну можно сделать фалафель. А есть такое вообще, что, не знаю, мне, на своем примере скажу, что в какой-то момент мне стало интересно пробовать разные кухни. Ну, знаешь, я в питании, как, наверное, и многие мужчины очень практичны, ну, какие-то простые блюда есть там без изысков, без рисков. Без изысков и без рисков, да, чтобы домой быстро не бежать там и не покидать встречу случайно после съедшего непонятного соуса, да. То есть люблю практичные, демократичные. Но в какой-то момент появилась тяга к каким-то таким экспериментам. У вас есть что-то такое или я вообще один? Слушай, я люблю готовить на самом деле. Я прям готовлю, если я готовлю, так обычно сложное блюдо какое-то интересное. Ну, какое, типа роллтон? Ну, да. Я кремон, крашу колбаску, знаешь, типа... Нет, ну я серьезно. Ты рассказывал мне, он там готовит, как в китайском ресторане. Нет, я люблю делать... Да, да, кстати, я могу обычную там, типа, лапшу обычно сделать. Это после поездки в Китай. Там мне объяснили, что на самом деле лапша — это не то, что вы там себе думаете, это прям вполне себе классное блюдо, как его приготовить. Поэтому я обжарю овощи с курочкой на оливковом масле, потом туда же уже лапшу сваренную, все это вместе обжаривается. А лапша принципиально какая? У них же есть там и рисовая. Им вообще все равно какая лапша. Это может быть яичная, рисовая, да хоть обычный там роллтон, бигбон, что угодно, это будет все равно вкусно. Главное самое — не использовать специи, которые идут в пакетиках сразу, как лапша. Можно фунчозу ту же самую, просто в водичку поставил и все, классно будет. А скажи, пожалуйста, это бигбон или из серии бизнес-ланч ты покупаешь обычно, или простые крестьяны? Ну я же бизнесмен, конечно, бизнес-ланч. Понял. В принципе, сейчас за рулем на основке ешь, да? Да, да. Как клиента жду. Так вот, пробовать, мне кажется, это как раз определенный этап. Ты когда удовлетворил свое и знаешь, что ты все равно получишь еду и все равно и наешь, появляется определенное любопытство и желание пробовать. Да, даже готовность рискнуть, если тебе это не понравится. Но это здорово, разные кухни пробовать и так далее. Какой ты пробовал самую экзотичную или странную, на твой взгляд? Кроме гранатового вина. Нет, для меня, наверное, самое экзотичное, это были улитки во Франции все-таки. Я не очень к ним все-таки готова. Нет, это определенный, наверное, барьер. Да, да, да. Я не пробовал и не могу себя переселить с улитками. Это оказалось очень вкусно. Да? Вот я лягушек пробовал. Вот оно стоит того. Курица. Да, серьезно? Александр, подайте, пожалуйста, салфетку. Прошу вас. Обойдешься. Вы похожи на человека, который здесь работает. Я податчик салфеток просто. Улитки. Так, а они слизкие или в чем? Не-не-не, они запеченные, они запеченные соусом с чесночным. И очень вкусно. Ты его там, зубочисточка. Наверное, это из каких-то таких моментов появились бабки, надо попробовать вот это. Не-не-не, но просто есть регионы, где это абсолютно ежедневная еда. Вот. Мы были просто во Франции в гостях. Кстати, это классно, что ты попробовал их во Франции. У нас был Гриша, где ходил, в гостях был герпион. Он говорит, мы ездили куда-то в Беларусь и пробовали кого? В Раков. В Ракове, в Ракове. Нет, в Ракове, в Ракове. А еще он говорил, лобстера. Я говорил, прикольно оценивать вкус лобстера, когда ты не знаешь вкус лобстера. Ну да, не с чем сравнивать. Да, хорошо, что, ну знаешь, пробовать лобстер, мне кажется, в Беларусь или в Казахстане. Нужно самая кухня. Плохо нужно в Узбекистане. Да-да, или лобстера пробовать возле океанических стран, какие-то околоокеанические, ну понимаешь, там да все. Какие самые вкусные кухни, которые вы когда-либо пробовали? Мамины. Ну это понятно. Почему ты не кушаешь? У нас можно в кадре есть. Я завтракала, в отличие от тебя. Она как Паша Сырешкин такая, уважение к слушателям. Потом камеры выключили, Паша. Почему я буду чавкать? Действительно. Это же детство. Не говори с набитым ртом. Да, мы, кстати, что противного ел такое, что пересиливал? Ну, кроме сверчков там. В Китае пробовал сверчков. Прикольно. Семечки. Как семечки на вкус. Да. Жареные? По ощущениям, конечно. Это выглядит типа странно, но когда ты ешь, ничего особо ты не испытываешь. Что еще странного ел? Странного-странного. Сложно вспомнить. А, господи, дуриан. О, это же вонючие фрукты. Это просто отвратительная фигня. Ничего, люди делятся на два типа. Одни, которые дуриан прям без него не могут, они прям кайфуют. И такие, как я, которые просто его ненавидят. Он воняет. Это как будто чеснок, сладкий чеснок какой-то. Но у него консистенция. Я не буду говорить, мы кушаем, чем-то сравнить. Но это ужасно. Я рассказывал эту историю, нет? В кадре уже. Когда мы ели дуриан на побережье океанов, на Штен-Ланке. И мы такие открыли. Нам интересно. Такие, что это? И к нам просто бежит девушка с другого наца пляжа и говорит, я его запах услышала за километр. Как он пахнет? Он изъявляет. Как чеснок, наверное. Пахнет он очень специфически. Говорят же, он пахнет для каждого по-своему. Да. С ним запрещено ездить в общественном транспорте. С ним запрещено ходить в сумке. Потому что он просто воняет. Он там прям... Как с выдержанными французскими сырами. Ну да, они тоже. Или с пармезанами. Да, есть такие, да. И самое ужасное, что есть прям дурян-кафе, где там собираются любители дурянов, там все разных сортов, и они прям кайфуют. Да, это ужас. Кофе дурянов. Это что-то однозыбецкое где-то, мне кажется. Сколько у вас шаурма? 53 рубля. Ну, для дурянов. И еще здесь креативно дурян-оф. Любят креативщики, знаешь? Плохие креаторы, да, любят. Да, да, совсем. И еще разными буквами. Одна заглавная, маленькая, заглавная, маленькая, заглавная. Ну, что-то. Д, а большое. И О сделать в виде чего-нибудь. Да, или вот. Дурянов, например. Пожалуйста, это мы, понимаешь, шутим. Тут стоят на спецбук с хэштегом. Ну, мастера, мастера креатива и подхода к делу. Такие собрались пошутить. Как у вас подкаст называется? Ну, мы название еще не придумали, поэтому называется подкаст, название которого еще не придумали. Что-то знакомое. И рубрика. Как рубрику назовем? Рубрика, которой еще не было. Саня говорит мне. Я говорю, так это отличное название. Рубрика, которой еще не было. Хобби. Несмотря на то, что у тебя работа занимает, я знаю, очень много времени. Скорее всего. Потому что люди такой профессии, там, 24... 25 на 8 дней в неделю. 16 на 27. Алиса, 16 нужно 27. 432. Алиса, спасибо. 432, чтобы ты... Вот уж не за что. Не знаю, что, это просто такая цифра. Это столько дней нужно в году. Да, да, было бы неплохо. Спасибо. У тебя есть вообще хобби? Да. Какие? Или какое? Каждый год они разные. Каждый период жизни они разные. От роликов, танцев. Роликовые коньки мы имеем в виду. Роликовые коньки. Рядные или парные? Рядные. Да, и мне очень хотелось на двух колесиках крутить вот эти классные штуки. Как это нужно купить такие кроссовки из детства, помнишь? Колесиками. Это из своего детства. У меня тоже в зрелом возрасте я это увидел. Что это? В детстве были на валенке, которые вот такие полотенки привязываются веревочками. Бечок. И ножи привязываешь. Да, да, да. Ножи к валенкам, бечокой привязываешь. Мое сибирское детство, да. Ты же из Сибири. Да, из Сибири. Так, давай тогда хобби, связанное с Сибирью. Не-не-не, это хобби совершенно не связанное с Сибирью. Так ты что, мамина Сибирячка? Да. Так, хобби. Каждый год? Каждый год меняется, да. И сейчас вот где-то год назад, в прошлом апреле, впервые попробовала дайвинг-погружение. Я вообще боюсь воды. Вот. И это было какое-то там преодоление себя. Или я устала отвечать на вопросы, почему ты не ныряешь. Столько времени. Может, ты захотела посмотреть, что там? Ну, в общем, я решила попробовать для того, чтобы потом сказать, не мое. Вот я конкретно шла с целью сказать, не мое. Ну, так я ошибаюсь. И первое моё погружение, конечно, было ужасное. Там было три панических атаки. Я топила инструктора, я кричала отборным матом, верните меня обратно на корабль, это вообще не мое. Я плакала в углу. А потом ко мне подошёл, вот, важность коммуникации. Ко мне подошёл другой инструктор и сказал, что красота, очкуешь. Я так понял, что у тебя погружение в Египте было первое, что ли? Да-да-да, было на Красном море, мы отдыхали с дочкой. Ага. Ну, понятно, что надо раздохнуться. Ну, Красное море самое красивое. Я знаю, я там плавал. Просто обычно, когда люди погружаются... То есть как это происходит обычно у людей с дайвингом? Они поплавали в Красном море, да, такие вау, круто, приезжают в Минск, и тут начинается погружение в бассейны во все эти вот... Не, ну бассейны тренировочные, сейчас же на озёра, кстати. Здесь хорошее озеро для погружения. Потом идут озёра, да, потом получают степени, которые нужны, и потом с такой корочкой уже можно по всем странам мира путешествовать, там нормально погружаться. Я сертифицируюсь только на выезде, вот, поэтому... Знаешь, это полезно, и, ну, мне кажется, это подсознательно, почему ты захотел заняться дайвингом, потому что дайвинг же, он в целом, да, это о исследовании дна. Это немножко подругое. Кстати, вот парень, который меня убедил погрузиться второй раз, это... Я сначала называл это дайверской чушью, знаешь, когда философики разгоняют, когда 80% планеты находятся под водой, ты себя ограничиваешь, ты не видишь широты этого мира, и вообще весь космос находится там, надо посмотреть. Это Джейсон Мамовой стоит в костюме, он все равно говорит, смотри, детка, там такая форель. Но потом ты понимаешь, что когда ты этим управляешь, собственно, это единственное место на Земле, кроме космоса, в космос мы не можем все слетать, где ты находишься в трехмерном пространстве, это потрясающее ощущение. Ты можешь двигаться в любом направлении, не только в двухмерном, ты в невесомости. И когда ты, наконец, ловишь вот это состояние, когда ты зависаешь в толще, потому что с каждым новым погружением ты учишься этим управляя, ты сдаешь много новых навыков, ты не боишься уже остаться без воздуха, ты не боишься остаться потерять боди-партнера, ты не боишься. Ты вот так показываешь уже, а не вот так, да? Ну и не просто не молотишь, да. Да, дайверы окей, это вот этот жест, а вот этот жест означает, что... А как когда на ночной дайвинг, когда ты не видишь партнера, как показать окей? Ночью погружаетесь. Как фонариком? Да, фонариком. Ну фонариком ты крутишь вот О на дне, да. Слушай, а это уже точно? Это уже точно? Боротник, что мы в космос все не полетим. Нет, хотел сказать, вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Дайвинг дешевле. Ну это понятно. Но компания Virgin, они все же... Virgin Galactics? Нет, туристы, да, да, да. Они сделали, да. Господи, как его... Стивен Брэнсон, короче, Брэнсон запустили впервые все космический туризм, уже можно за какие-то там всего лишь 890 тысяч долларов. Что там? Не сумасшедшие деньги. Не сумасшедшие деньги, на самом деле. Для мечты твоей жизни, я думаю... Можно сэкономить на фалафелях. Абсолютно. Я думаю, что для мечты твоей жизни это не такая большая сумма, и ты летишь в космос, как турист, спокойно. Ты в темноте фонариком крутишь, это окей. Да, это окей. А всплывать как? Ну, ты можешь посветить на руку и показать. Это тоже очень... Очень важно. Что, знаешь, нет, ты плывешь с своим... Глаза не... Глазовые навыки выживания. Знаете, что бы я делал? Я поплыл с своим корешем прямо с другом, с хорошим. Я бы ему такой свечу на руку, он такой обращает внимание, я такой... Ну, это первое, что, да? Первое, что... Я бы сразу сделал. Да, это как где-то слышишь слово джин, или где-то и сразу ходишь шутка про тоник. Это вот здесь такая же ситуация, седка, седка на руку и показывает. Такая у тебя шутка. Да, у тебя всегда с джином остается тоник. У меня был Смит сразу. Ладно, почему-то. Хорошо. А сколько у тебя погружений уже было? Какого джинка спросил? 50. 50 погружений. Так, а мы можем пригласить человек специально, чтобы он со своротником стоял? Ну, поддержал. Поддержал. Дима, за этим. 50 погружений. Да, вот за год. За год? Да. Стоп. 50 погружений... Я же погрузилась первый раз в прошлом время. Хорошо. Подождите, я тупой. Но если я правильно понимаю, что 50 погружений — это 50 дней. Нет, в день ты делаешь в среднем два погружения. Ладно, 50 погружений — это 25 дней. Да. То есть это в месяц. Да. Ну, разные. Нифига себе, у тебя отпуск, я хочу сказать. Нет, нет, нет. Это было три поездки, да. Три поездки. А что, ну, типа, подожди, то есть ты, смотри, ты вначале сказал, что хотела для себя попробовать, потом тебе не понравилось. Нет, она хотела попробовать, чтобы сказать, что это не ее. Что не мое. Да, и все остались. И ты съездила три раза. А потом, да, все, потом как в тумане. Все, потом ты начинаешь покупать свое оборудование, ну, потому что ты не хочешь надевать, которое надевалось, да, кучу туристов до тебя. И что они в него делали. Вот. А потом ты понимаешь с плава в первый раз, что то оборудование, которое ты купил, это полное говно. Да. Ты покупаешь, продаешь это. Таким же любителям покупаешь другое. А теперь для телеверсии то оборудование, это полное... Полное... Я не знаю, как это по-русски. Не очень. Не очень. Ну, не очень. Ну, то есть ты понимаешь, тебе нужны другие качества совершенно. Другое качество. Другое качество. Это тот случай, когда она решила нырнуть, чтобы понять, что это не ее, и прошло 50 погружений, и она такая не распробовала что-то еще. Надо еще посмотреть. Нет, сейчас я увлеклась. А потом, я думаю, как идти дальше. У тебя хочется... Ты уже можешь управлять собой, ты можешь понимать партнера. Ты уже сдал, сертифицировался на 40 метров в глубину, и там совершенно другие навыки сдаешь. Какие навыки нужны? Ну, ты отрабатываешь всякие экстремальные ситуации. То есть потеря масок, заканчивается воздух, ты потерял ориентирование. Позвонил бывший. Позвонил бывший. Сказал прощание. Ну, не знаю, там... Наступил не на ту рыбу, на которую нужно. Позвонил коллегам, сказал, я видел дно и видел результаты ваших трудов. У вас все нормально. Еще. Я уже был в Африке. Знаешь, типа... Так и что, дайвинг получается? А ты, Саня, что с дайвингом? Умешь что-то общего? Ну, я погружался в Египте. Очень красиво было, очень здорово. Вообще, у меня прикольная история. У меня же отец занимается подводной рыбалкой. И поэтому... Охотой. Охотой, охотой. Ну, это рыбалка все-таки, да? Ну, на одном дыхании, которое он реально... Да, именно, да. Без акваланга. То есть это гидрокостюм, ласты, маска, трубка и ружье. То есть он просто плавает в озере с копьем? С ружьем. С ружьем. У тебя подсумок такой, на нем грузы висят, на нем висит сумка для рыбы. Русская адаптация Комена сейчас звучит, да? Но это прям спорт. Это прям спорт, это очень круто, ему очень нравится. И я в этом с самого детства. То есть пока я был очень маленький, лет шесть, я просто ходил по берегу. Ну, ему было прикольно, он просто рыбу выкидывал в меня, я ее ловил. А фишка в том, что у меня аллергия на морепродукты и на рыбу тоже. Я не переношу, я не могу есть рыбу. Я сразу, мне сознание теряю, мне очень плохо. Серьезно. И я ее как-то вот так вот ловил, кидал. А потом мне стало настолько интересно, что я реально сам стал погружаться. Мне, ну все, я помню, что лет 12 я свою первую щуку поймал. У меня даже шрам остался, потому что я нырнул под корягу. Мне распечатала какая-то коряга, прям шрам у меня остался. Я увидел щуку, выстрелил, и я, папа рассказывает, самый смешный момент, когда я просто выныриваю, вот там же гарпун, к веку ружью, он привязан веревкой. То есть застреляешь, там 4-5 метров на раз, и ты за веревку потерешь себе добычу. И я прям за веревку гарпуном машу, на котором щуку говорю, папа, я поймал. А он говорит, я смотрю, а она сейчас скользнет прям. А я хорошо попал, прям ровно в центр тушки. Ну и мог себе позволить такой жестко-обойский, на самом деле. Поймал, да, да. В итоге я потом еще плавал пару лет, но я ничего из того, что поймал, я не ел, потому что я не люблю рыбу. Я просто ловил для кого-то, получается. Мне подоставляла удовольствие сама охота. Ну и в целом, а тесто охоты тоже увлекается, да. Вот такая история. У меня вот из погружения только вот в сюжет ваших историй. У тебя хобби никакого нет, что ли? Хобби, да, вся моя жизнь хобби. Не, серьезно, вот как ты, ну футбол, ты футбол профессионально занимался. Да, футбол классно был, ну вот что-то закончил. А где ты играл? Кстати, я играл в команде. Ты же какой-то известный командирал. Да, в футбольный клуб Минск. Сейчас. Пока Минск, да. А сейчас, а тогда? И тогда, это профессиональная карьера, она была в нем. И там до лет 13, 14, потом я оттуда ушел. Выпал, никому не был нужен. Ты что? Да, ну знаешь, там всякие травмы, смены тренировок, первые профессиональные контракты. Не хотел себе делать укладку и набивать много туды. Тернистый долгий пульс там ждал, уже какие-то нужно было серьезные бумаги подписывать. И я в какой-то момент понял, что, ай, ну что, не знаю, как ты ушел из этого и много чем увлекался. Из хобби, смотри, у меня, я говорю, что в какой-то момент я очень много там уделил внимание тому, что вся моя работа, любая, это было как хобби, получается, принесло удовольствие. То есть я занимаюсь там и видеопродакшеном, и диджиталом, и вот подкастом, и пишем там. Я даже не знаю, что у меня хобби. Ну то есть это и есть, ну по сути... Это работа или хобби? Да, я к этому отношусь, как хобби, просто периодически оно монетизируется, помогает там. Ну сейчас я расчетный лист и выпишу, посмотрю. Это хобби, значит, у тебя хорошо. Да, да. Ну слушай, как-то так, на самом деле, не знаю. Мне нравится, и вам того желаю, получается. За это время я стал достаточно таким счастливым человеком с хобби. И вот. Слушай, про хобби. Хобби-то же дорого очень. Вот дайвинг-то же дорого. Ну вот мне нужно как-то двигаться в сторону Саши, надо монетизировать это. Хобби? Да-да-да, я сейчас увлеклась потом подводной съемкой. Может быть, буду фотографировать туристов. Заведи обучающий блог. На старости лет. И ты, подожди, стой, у тебя же свой гидрокостюм есть. У меня все свое, да. Все, акваланг есть, ну ты понятно. Все есть. У тебя полнабор есть свой. Везок она это круто сказала. У меня все свое. Мне интересно, как она это тащит. Это весит просто сумасшедшим. 20 килограмм. Молодой человек. У меня все свое. Все свое. Ладно, человек, ладно, я вам еще раз говорю об этом. У меня все свое. Мне вот это ваша адриканская женщина должен быть обязательна. Дождь, 20 килограмм, а баллоны кевларовые? Нет, нет, без баллонов. Без баллонов два. Пошел специалист. А я у вас право этому спросил, а баллоны что? Ну так что ты будешь баллоны с собой таскать в путешествиях? Ты спросил, ты скажешь, что все свое есть. Получается, что не все свое есть. Нет, так он здесь есть для НРН, для «Назер». Ну так не все, значит, свое. Ну не все. Мне вот как дилетанта, у меня сейчас это представляется, как фильм был «Миссия невыполнима» до этого, который какой был? 16-й или 15-й, не помню. 23-й. И там, да, у Тома Круза, у него был такой костюм какой-то крутой уже с дисплеем и так далее, и у него кислородный баллон был, по-моему, какая-то там вот такая штучка маленькая. Это все придумали, такого не существует? Такого не существует? Конечно, не существует. То есть большие сейчас... И у него же там, да, вот здесь счетчик шел, когда заканчивается кислород. Это вот так вообще выглядит или это в кино? Нет, конечно. Да, ну, из-за чего ты этим занимаешься, так не выглядит. Есть баллоны с воздухом сжатым, вот, например, мы в пинтбол играем, да, тоже профессиональные, кстати. Но есть такие пани-баллоны, да? У нас баллоны с воздухом, они кевларовые, и в них можно закачать, ну, максимум 4,5 атмосферы. И что это значит? Это очень мало. Ну, это тебе, да, пару раз вдохнуть. Подышать — это ерунда. Пострелять — это нормально, а подышать — это ерунда. Ну, типа, это если в случае чего-то пожара дома. Это прямо экстренно-экстренно. Да. Это зевнуть. Зевнуть. Качественно. На скучных рыбах. Знаешь, такое очень качественное. Хочу зевнуть, дайте мне баллон, пожалуйста. Да, баллон для зевка, баллон зевок. 17,30 — качественный зевок. А фотосъемка подводная? Да. И что ты там? Ну, вот с этого момента я для себя дайвинг открыла заново. Да, ну, потому что макросъемка — это потрясающе. Мне понятно, сначала я гонялась за рыбами и фотографировала только их уплывающие хвосты. На перегонки с карасем просто. Да, их невозможно. Вот. У меня инструктор сказал, слушай, фотографируй статические объекты. Вот, находи статические и на них тренируйся. Ну, кораллы пофоткал, надоело быстро. Кораллы красивые, их никогда не надоедает фоткать в Красном море. Ну вот, но макромир именно вот этим мелкий, который ты не видишь, обычно туристы не видят. И он потрясающий. У меня для тебя идеальный бизнес-план. Значит, смотри, подводная съемка, фото-видеосъемка, а там подводные свадьбы, подводные корпоративы. Да-да-да, я на старости лет тебе готовлю, да. Видишь, плодзарный. Некий блок обучающий, может, знаешь, как от с нуля до... Нет, это нужно сертифицироваться, чтобы обучать. Я к этому иду. Если человек тебе в красной худи Альфа-банк предлагает некий бизнес-план... А-а-а, все, это совет. Рубрика совет. Человек в красной байке. Это можно доверять, потому что это прогрессивно и для тех, кто хочет больше. Однозначно. Для тех, кто... Парам-парам-пам. Пам-парам-пам. А как вам вот такое? А неплохо? Неплохо, да. Слушай, ну мы что-то поели, пообзревали, поразбирали. Сань, 700 рублей. Я прям, я вдохновился, знаешь что? Я вдохновился и понял, что нужно что-то тоже изобрести, просто за 700 рублей продавать. Хороший план. А что вас вдохновляет? А, вот такая подводка в теме. Наталья, что вас вдохновляет в последнее время? Это не в деньгах. То есть не в деньгах. Спасибо. А, Саш. Что меня вдохновляет в последнее время прям? Слушай, ну у меня свадьба скоро. Очень меня это вдохновляет. В деньгах. Наталья. Нет, не в деньгах. Что у вас? Не в деньгах. Я собираю, у меня прям стимул жить появился. Я прям сейчас готовлюсь к свадьбе, все истории прям. На момент выхода этой передачи, через неделю у меня свадьба. Сань, ты объясни тоже, что у тебя до этого тоже был стимул жить, что не было. Не было стимул жить, никаких проблем не было. Я к тому, что меня всегда стимулирует жить, какие-то перемены. В данном случае хорошее. Вот что-то новое происходит, и у меня прям вау-вау-вау, все понеслось. Я не люблю, когда все на месте стоит. Мне нужны какие-то постоянные изменения. С вами поздравляю тебя. Это же надолго. А? Это же надолго. Нет, хороший вопрос. Потом не будет изменений. Потом другие какие-то изменения. Там гитары. Например, может, в ДНК что-то изменить. Ну может быть что-то. Может, валют поменяется какой-то. Плавник вырастет. Приложение какое-то придумают. Банк интересный. Так а что, если не в деньгах? Что еще? Что тебе сейчас вот дровит? Прямо сейчас? Я полечу в Ташкент. Я по нему очень соскучилась на следующей неделе. Так, что с Ташкентом? Что с Ташкентом? Ну, это, наверное, страна, которая меня очень удивила. Есть когда-то летишь, есть ожидания. Узбекистан, нам всем кажется. Что-то такое. Лет 10 назад. Это же страна очень близкая. Я просто ни в одной не был. Да-да-да. И она поразительная. Все чаще начинают люди путешествовать с них. И как-то положительно отзываться. Действительно это так. Очень круто. Ты знаешь, что у нас с каждым гостем мы очень много про путешествия разговариваем. Это очень здорово. Мы скучали. Ну, то есть нужны такие маршруты, которые неизведанные. И Узбекистан. Не из дома в магазин, скажем так. Не из дома в магазин. Да-да-да. Я знаю по себе. Слушай, а вот, например, если... Не Белосток, знаешь. Ну да-да-да. Что и в Акрополис? Белосток. Белосток, Вильнюс. Слушай, а вот, например, если свадебное путешествие, медовое место в Узбекистане, как ты думаешь? Ну, главное, не летом. Ну, не летом, это же октябрь. Там есть возможность получить свадьбу по карточке. Карточке. Что там классного? Что тебя поразило? Природа. Потому что от пустыни, она очень протяженная. И от гор до пустыни, Козелкум, пустыня, можно доехать. На джипах, ночь под звездным небом, пустыня. Стоп, ташкентцы, джипы и... Нет, нет, это вот в Узбекистан. Если ехать... Ташкент – это столица. Ташкент – столица. Но если ты едешь в пустыне... В пустыне, это где? В Узбекистане. В Узбекистане, да. Ты из Ташкента едешь... Ты летишь в Бухару. Нет, в Хиву. В Хиву, из Хивы через пустыню в Бухару. Все запомнил. Потом в Самарканд. И это культурный шок, на самом деле. Да, где ты в пустыне ночью костер сжигаешь, и там это бескрайнее небо. Это же «Шелковый путь» по нему пролегал, который... Это он и есть. Он проходил через Узбекистан. Да, да. Великий «Шелковый путь», Саня. Это торговый путь от Европы. Что-то волшебное для меня. Это что-то из «Владдина» или... Да, только... Или из «Марвел». Только рядом. А вот, слушай, мы вот думали о какой-то такой истории, типа, но в самые такие маршруты распространенные, никто же в Ташкент не летает отдыхать. Нет. Ну, мало ли, никто. А зря. Там же прям круто. Там своя кухня. Да. Там свои какие-то национальные приколы, обычаи. Там нереально вкусные фрукты и овощи. Они другие. До нас даже так они доезжают. Вау. В сентябре как раз будет сезон дынь, потом сезон гранат, потом... Там розы цветут до декабря. Весна начинается с того, как цветет миндаль. И это нереально красиво. Там весь год находиться очень красиво. Ты что, на откате у Узбекистана продала? Не, не, я... Видишь, лечу. Не могу. Год продержалась. Я вот сейчас, Саня, я открыл фото Ташкента, вот просто в гугле. Ташкент-сити-парк. И такой, что? Это что, Лас-Вегас? Это сейчас это вот так вот выглядит все? Это вот этот Ташкент? Да-да-да, это в центре построенный сити-парк. Так, сколько там населения? Должно быть много. В Ташкенте, да, по-моему, около 4 миллионов с приезжей. И сниженными студентами. Слушай, Никита... А вообще в стране 40 миллионов. 40 миллионов? Да, это очень большая страна. Это государственная страна. Почему мы так мало знаем о Ташкенте? У них поющие там фонтаны, очень красиво вот в Ташкент-сити. Смотри, какие там какие-то музеи, как в Египте или где-то... Это как будто ты вот Ашхабад открыл, или вот Аладдин какую-то сказку. Арабская ночь. Только это близко. Сколько лететь из Минска до Ташкента? 4 часа. Ну, далековато, на самом деле. Нормально. 4 часа. Это можно... Сейчас в Египет 8. Серьезно? А, ну да, точно. Я ненавижу Египет. Вот если бы не море, там больше ничего мне не нравится, не привлекает. Но море прощает все, да. Ну да, прекрасно. Так. Кто бы думал, что вот здесь недалеко совсем, и так вот интересно. Ну, я действительно удивлен вот этим всем. Ты как сказала, что пустыня, и можно покататься на джипах. При этом горы. Я такой, что? Не, она говорит, типа, впечатлила природа, и я тоже себе представляю, какие-то, что там заливные луга, там деревья. Она говорит, ну пустыня и горы. Это понятно. Но там же я смотрю, что довольно зеленый центр города. Очень зеленый. У них система этого орошения, которая включается в определенное время. Это тоже красиво. Когда все включается, у тебя все в брызгах, и эти радуги кругом. Очень красиво. А выходов к каким-нибудь источникам воды там же нет у них? У них там есть, я вижу, искусственные озера прямо в центре города. Водохранилище есть, черваское водохранилище. До него можно доехать, не ездить. А что, чисто с точки зрения искупнуться? Ну, вряд ли. Не, горные реки, они же спускаются. Не, Саша просто получит. Я просто думаю, да, что там. Если возле водоемов рядом нет, то это опасно. Не, можно доехать. Во-первых, в Ташкенте очень много бассейнов. Они все очень любят курс. Это важно. Там очень жарко, Сань, там очень жарко. Он интересуется местами, где обязательно нужно снимать майку просто. Да. Не ходить без лайки. Да, везде можно ходить, наверное, без лайки. Я сейчас, когда раз еду, будет плюс 50. Плюс 50? Да, да, 45-50. Это типа серьезно? Ну, вот в июле, да. А какая там минимальная температура вообще в ГДВ? В декабре? Нет, в феврале. Самый мерзкий месяц в феврале. Нет, в феврале там уже все цветет. Вот, наверное, конец декабря, начало января. Ну, такое вполне 7 минус 10. Может быть, я помню, снег был. Серьезно? Да, да, да. То есть там типа колебания температуры в год от минус 10 до плюс 50? Ну, как в Сибири, от минус 40 до плюс 40. В гостях Наталья Гидрометеоролог. Наталья Гидрометеоролог. Атмосферный фронт. Зеленый фронт, пожалуйста, за Наталья Гидрометеоролог. В Сибири, это уже к тебе вопросы. Слушай, мы же начинали с чего? Это вдохновение. Да. Что, вдохновение? Путешествие. Путешествие, наверное, да. Вот это да. Путешествие. Больше всего. Просто продали сейчас Ташкент весь. Мне кажется, смели его за секунду, ребята. Честно, Белавиа, звоните нам. И Авиасейлс тоже звоните нам. Да, и Авиасейлс, звоните нам тоже. А ты это и говорил. Да. Все, я продубировал. В принципе, это моя функция здесь изначально планировала. Звоните нам два раза тогда. Звоните нам два раза. Небо чистое. Что тебя еще вдохнуло? Что какие-то? Может, из последнего. Может, что-то случилось, что ты сделал очень-то классно на тебя к этому? Я вообще все всегда делаю классно. Слушай, а проекты дровят? Да, да, да. Вот что-то замутили такое, типа, классное? Не могу пока ни о чем рассказать. Все, что замутили, появится осенью. А из замученного перевозки? Нет, смотри, не сам факт проекта нам раскрывать, а я больше о бэграунде эмоций в этот момент и о каких-то этапах, которые приносят удовольствие. Поясню, о чем я, что все процессы, ну, этапы, знаешь, допустим, чего-либо, они идут какое-то время. Ну, то есть ты начинаешь с малого, начинаешь строить ту картину, там, ее вырисовывать, потом вы начинаете собирать по пазлам, ну, это есть там рекламные проекты, что-то еще, вы начинаете здесь там контент, здесь там креатив, здесь что-то, и оно куда-то растет, растет. Вот многие в это время очень сильно там же, ну, волнуются, могут стрессовать и так далее. Я тот человек, который, я такой, о, мы делаем что-то офигенное, я буду все время, ну, даже сложно, стрессовый, я такой, я буду, ну, на волне такой, знаешь, что, блин, мы же занимаемся классным делом. Да, согласен. И вот я всегда стараюсь не упускать момент, не проходить всего через какой-то напряг или волнение, блин, а вдруг там что-то, а, блин, да. Не-не-не, каждый этап проекта, когда ты видишь, что чуть-чуть изменилось, еще что-то добавилось, а вы стали ближе к этому, к дате старта, это очень дровит. Ну, слушай, у нас, да, у нас, например, такая история, что все меняется уже по ходу проекта, вот тоже наш подкаст, мы запустили, стали сниматься, и в середине проекта мы встретили вас, и мы такие тоже бам-бам-бам, ну, это дровит, да, то есть мы уже, у нас уже все как бы запущено, все работает, и тут мы вас встретили. Тут должна быть вдохновляющая музыка, и встретили вас. Да, 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 ребятам, для их мы и ееных, и если вместе мы собрались, то встречаются нас. Для всех тех, кто готов к чему-то большему, кто способен на лучшее, на большее. Если ты, именно ты. Способен на большее. И ты, человек из толпы. Меня зовут Тони Робинс. Ты, человек из толпы, да-да, ты. Эй, ты, зритель наш, ТНТ Интернешнл, либо Ютьюба, ты способен на большее, ты лучше всех. Это очень мотивирующий. Открывай юридический счет, Ольфман. Да. Получается, что у меня есть? Алло. Поступил, ну, приходит проект, какая-то задача, говорит Наташа, вот, смотри, вот это, ну, что ты, как себя ощущаешь вообще? О, слушай, я такой человек, сама придумываю проекты. Очень люблю. Слушай, мне кажется, задача... Можно было делать какую-то регулярную деятельность, запускать банковские продукты, но мне все время этого мало, хочется чего-то больше. Вот я хочу понять, что вас вдохновляет из этого всего. Я пытаюсь подковыривать там с уголочков тебя. Ты как-то прямо спроси, может, наверное. Слушай, они очень разные сейчас, проекты, которые в работе, и они все настолько разные, и они все вдохновляют. Мы делаем какое-то мимимишное видео для отделений, которое совершенно не про продукты, не про банк, не про что, но мы собрали наших сотрудников в букастингах домашних животных, наснимали мимимишного видения, все в слоумо, бегающие котики, махающие ушками собачки. А какие были самые странные домашние животные? Вряд ли, что вы только котик, собачий кролик. Может, свинья домашняя какая была? Много такого удивительного не было. Был кролик, была черепашка. И был попугайчик. Я обожаю. Подожди, у кого-то дома кролик живет? Да. Это не ферма, это прям домашний домашний домашний. Они же не очень умные, по-моему. Ну, знаешь, они же... Ой, ну кролик кролик урозит, конечно, знаешь. Ну, тапки он тебе не принесет, Саня. Ну, нет, потому что он не будет на себе. Попугайчик тоже тапки не принесет, извини. Ну, попугаи хотя бы говорят, а кролики это же вообще, это же просто... Ты по такому принципу говоришь. Ну, слушай, Алиса тоже тапки не носит. Ну, Алиса хотя бы скажет, сколько 2 плюс 2. Алиса, сколько 2 плюс 2? Четыре. Ну, это все, видишь, полезнее. Спасибо, Алиса, великолепно. Даже попугай ответит тебе. Пусть у вас будет хороший день. А спроси, какой питомец домашний может нанесить тапки? Ну, ладно, действительно, мы и так все знаем. Это же понятно, динозавр, динозавр. Ну что, будем финалиться, наверное, стопаться. Интересненько поговорили. Да, получается. Очень хороший, у нас такой плотненький эфир, очень много интересных тем. Интересный ты человек! Ой, интересный ты человек. Ой, Наталья, конечно, пришли тут, конечно, нам, ну, все вот, интересно, вкусно. Нашотили, нашотили. Да, мне никому тогда и вкусно было, и интересно, и про Ташкент узнали. И морщины как раз гладить тоже. И морщины, и все. В общем, дорогие друзья, это подкаст, название которого мы еще не придумали. Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Сашку Харонок и наша сегодняшняя гостья Наташа Суворова, директор по маркетингу и коммуникациям компании Альфа-Банк. Он сказал по маркетингу, заметил? Да. А? Оценила? 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 Все, я Саш Селиков. Всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, подписки, комментарии. Увидимся.